В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас пятый день месяца белого сияния и покоя мира, 7524 лета вторник. По одному из древних календарей, по одному из современных, 16 декабря 2015 года, среда. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, такова тема сегодняшнего живого эфира. Главная с ведущей Светланой на постраховке ее супруг Евгения. Ну, будет выходить Евгений, не будет, это время покажет, а так вообще главная с ведущей заявлена Светлана. Итак, Светлана, давай я себе немножко расскажи нашим радиослушателям, что поняли, чем ты занимаешься с Евгением, что привело тебя на наше радио. В общем, давай, раскрывайся. Здоровайся со всеми. Да, здравия, Алексей. Здравствуйте, все слушатели Народного Славянского Радио. Как уже меня представили, меня зовут Светлана. Родилась и живу я в Сибири. На данный момент являюсь матерью троих сыновей. Всей семьей мы живем на своем хуторе. Так мы его называем, наш большой, большой наш участок земли, около гектара, где занимаемся своим крестьянским хозяйством. Вот, переехали мы сюда достаточно, ну, недавно, лет, наверное, семь назад. Вот, после рождения первого сына стала поступать информация о том, что необходимо окружать себя различными чистыми стихиями, ввиду как воздух, вода, земля, эфиры. И посему мы вот решили переехать за город, подальше, где мы сможем обеспечить этим как себя, так и своих детей, для того, чтобы наш род плодился, размножался и был здоровым, не только физически, но и морально. Вот, живем, мы, значит, как я уже сказала, на большом участке земли пытаемся вырастить все продукты, которыми, ну, пользуемся, питаемся самостоятельно. Вот, обеспечиваем себя чистой родниковой водой. И скважина, она достаточно жесткая вода. Вот, поэтому ездим, значит, за водой на таежный родник. Вот, ну, вот, как-то так. Понятно. А что выращиваем на этом гектаре? Ну, у нас большую часть занимает пасека, так как муж у меня занимается пчеловодством. Вот, значит, ну, затем у нас стоят много теплиц, так как у нас Сибирь, климат резко континентальный, лето короткое, зима длинная, поэтому без теплиц у нас не обойтись. Выращиваем кукурузу, достаточно в больших объемах. Кукурузу у нас, семена мне предоставили наши знакомые, которые очень давно этот сорт у себя хранят. Поэтому это точно сорт не ГМО, чему мы несказанно рады. И делимся им со всеми нашими друзьями и знакомыми. Выращиваем картофель, выращиваем топинамбур. Тоже хороший сорт, розовый топинамбур. Вот, очень ровный, вкусный. Готовим из него различные блюда полезные. Пытаемся заменить им картофель постепенно. Очень много выращиваем моркови. Очень много. Мы, значит, спускаем в погреб порядка 50 мешков морковки и съедаем полностью ее за зимний период. Мы делаем, значит, чистку морковным соком весь сентябрь и где-то октябрь. Да, получается, что на каждого члена семьи выпивается по мешку моркови. Затем пьем ее попеременно-зеленым коктейлям весь зимний период. До наступления, вот где-то мая месяца, когда идет свежая, появляется свежая зелень. Поэтому морковь это у нас самый любимый наш корнеплод. Его можно добавлять и в различные сыроедческие салаты с пророщенными злаками. Ну, в общем, везде выращивали. Ну, все остальные культуры. Вот, пшеницу пробовали в этом году вырастить. Уже не на нашем участке, а близне. Мы взяли пай, землю оформили. Вот, и на нем попытались вырастить пшеницу ядовую, то есть из которой можно впоследствии смолоть муку. Но достаточно трудоемкий получился процесс. Без использования техники очень тяжело. Получается, потому что забивало все сорняк. Но, тем не менее, урожай небольшой удалось собрать снопы. Затем... Небольшой урожай это сколько? Ну, мы еще как бы не обмолачивали. Он стоит у нас в снопах. Вот, под навесом. Так как мы... Ну, на самом деле, не так много, как хотелось бы. Выросло, в принципе. Мы садили где-то соток 9... Нет, где-то на 15. Около 15 соток было посажено, посеяно. Вот. Ну, собрано где-то 1 треть успели собрать, потому что у нас была очень плохая погода. Очень плохая погода в конце лета, начало осени. И муж сказал, что нужен комбайн. Вручную, тем более, что мы живем здесь в окружении одни, имея в виду родственников, вручную одному ему было очень тяжело собрать. Все. То есть, можно сказать, фактически невозможно. Нужна техника. Либо очень много народа. То есть, получается, вы без техники, да, работаете? Из техники у нас... Нет, из техники у нас есть мини-трактор. Вот наш помощник. И мы возделываем огороды. Вот. И у нас несколько огородов. Почему несколько? У нас вот один, например, огород родит, другой огород стоит под парами. Несколько раз за сезон муж его перепахивает вместе с тем сорняком, который нарос. Делается это для того, чтобы почва сохраняла свое плодородие на достаточно продолжительный период времени. Также мы... У нас газоны посажены большие. И... Ну, вообще, в принципе, площадь у нас огромная. Сад большой. И всю эту траву мы косим. У нас тоже есть косилка такая самоходная с большим коробом. И всю вот эту мульчу, получающуюся при козьбе травы, вывозим на огород, который отдыхает. И укрываем, значит, пленкой. Поливаем, укрываем пленкой. Все это приедет летом. Вот. Затем, когда снова у нас период покоса газона возникает, то есть мы пленку перетаскиваем на другое место, а потом в конце года, перед зимой, ну, в конце, я имею в виду, летнего периода, перед зимой у меня мульча перепахивает вот эту всю спревшую траву. И все это уходит так под зиму. Допревать, догнивать, кормить червяков и, в принципе, удобрять. Вот так вот мы пытаемся поддерживать плодородие почвы. Ну, несколько, конечно, меня смутило то, что пашете, потому что плодородие почвы как-то оно все-таки зависит от того, что... Ну, это культивируется верхний слой, культивируется. То есть там глубина совершенно незначительна, порядка 10 сантиметров. Нет, это, конечно, не глубокая пашня такая, что там потом утонуть можно по колено. Нет, нет. Мы прекрасно понимаем, что глубоко пахать – это вредно. И тогда микроорганизмы там, то есть погибают многие. Нет, нет. Неправильно выразилось, видимо. Мы культивируем верхний слой. Потому что я свой культиватор сломал, и как бы и не переживаю по этому поводу. Сломал и сломал. Лопатой? Нет, лопатой не пользуюсь. Мы пользуемся другими делами. Ну, ладно. Мы практически не копаем землю. Хорошо, хорошо. Значит, давай теперь делиться теми секретами, которые ты заготовила. О чем будем рассказывать? О нашем радиослушателе напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата. Вы можете задавать, уточнять. Задавать вопросы и уточнять что-либо в нашем чате. Для этого достаточно войти на сайт Народного славянского радио. Если вы еще не заходили, то наберите в любом поисковике Народное славянское радио. И дальше там найдите слово «чат». Нажимаете на него, появляется ваше окошечко. У вас окошечко. Там можно зарегистрироваться. Логин, пароль придумать латинскими буковками. И после этого, главное, его не забывать. Вы сможете уже пользоваться постоянно. И задавать вопросы или переписываться со своими друзьями. Итак, с чего начнем? Хотелось бы начать с витаминов. Вообще, в свой эфире я хотела посвятить именно практической стороне обеспечения себя экологически чистыми продуктами. Так как в интернете, в различных бумажных изданиях сейчас очень много именно теоретической информации. Но, как говорит Алексей Васильевич Трехлебов, нашей семье очень уважаемая, «Капля практики равна океану теории». Хотелось бы именно эти слова его сказать, прежде чем начать говорить о своем практическом опыте. Начать хотелось бы именно с витаминов. Так как обеспечение себя всеми необходимыми витаминами и микроэлементами именно круглогодично является наиболее важным и насущным вопросом в настоящее время. Конечно, прилавки магазина сейчас круглый год наполнены свежими фруктами, зеленью, овощами, но польза их, мягко скажем, сомнительна. Поэтому, задавшись вопросом, мы очень удивились, обнаружив ответ, что ответ лежит прямо у нас под ногами. Это наша зелень, растущая на пустырях, в лесах, на землях неистощенных. И посему наполнена всем самым полезным. В сезон, в Сибири, это я имею в виду май и по середину октября. Наша семья употребляет свежую зелень в зеленом коктейле. Именно в свежем виде. В коктейль мы добавляем следующие виды растений, следующие виды зелени. На первом месте это, конечно, либидан. То есть, многие недооценивают ее пользу, считая ее вредным сорняком. Это совершенно неправда. И в содержании в молодых побегах лебеды большого количества растительного белка, по своей питательности, она может соревноваться даже с продуктами животного происхождения. Недаром наши предки очень ценили это растение. Квасили, использовали в салатах, даже специально выращивали. Семена лебеды перетирали, использовали в различных мучных изделиях. Поэтому лебеды у нас много, мучнистой лебеды. И поэтому в коктейле мы ее используем примерно 30%. Затем ширится. Это разновидность амаранта. Амаранта, да, это амарант зеленый. Просвирник. В народе его еще называют калачики. Вот в плодах этого просвирника огромное количество витамина С. Я думаю, что и листья тоже не обделены им. Крапива, конечно, двудомная. Немного. У нас ее не так много на участке, но вот весной мы ходим за ней в близлежащий лес. Клевер белый. Листья я имею в виду. Но и цветки тоже у клевера съедобные, поэтому их тоже можно добавлять. Лис черной смородины. Обязательно. Он очень полезен тем, что в нем большое количество как витамина С, как и в ягоде. Также и дубильные вещества, различные минеральные соли. Лист кубники садовой добавляем. Добавляем лист опинамбура. Затем макрицу добавляем. Молодые побеги пырея. Это в основном весной, когда зелени свежие очень мало. А пырея очень активно растет, поэтому молодые побеги его берем. Молодые листики. Вот, да, зелень молодую. То есть получается, что нашли под ногами, то и берете все? Обязательно. Может, проще сказать, чего не берете тогда? Получается, сейчас будем перечислять до утра. Ну, не то, что до утра, но немного осталось на самом деле. Ну, не берем, конечно, это ядовитые различные, различные ядовитые растения, как там борщевик или так далее. Ну, много вот в интернете даже вот по этому точному поводу можно найти информацию, что нельзя есть. Сныть можно. Вот ботва. Вот на самом деле, если у людей, например, не свои какие-то христианские хозяйства, домик в деревне, а обычные дачные участки, вот я приезжала к отцу летом, у него дачный участок, там почвы истощены. И, как я удивилась, практически не обнаружив у него сорняков и того, что можно положить в зеленый коктейль. Но ботва есть всегда, потому что корнеплоды люди выращивают, а в корнеплодах питательных веществ содержится в разы меньше, чем в самой ботве. Вот ботва моркови, ботва свеклы, ботва репы вообще очень полезна, ботва редьки, это и маргелландская имею в виду, и черные редьки. Вот их точно же можно найти на любом дачном участке, и поэтому можно добавлять зеленый коктейль. Вот, листья горошка тоже все садят, листья тыквы, капусты, пассивные культуры, которые сеет каждый для салата. Листы подорожника, одуванчика, они горчат, но, тем не менее, они являются съедобными, ну и горечи, в принципе, полезны для организма. Потом их тоже можно добавлять. Поэтому все, что вот пройдете по своему участку, попробуйте каждый листик, вот который не горчит, ну, конечно, я не имею в виду, вот подуванчик, подорожник, все можно класть. Конечно, желательно, чтобы со всеми листиками были знакомы, и если не знакомы, то перепроверить. Но вот моя свекровка сделала именно так. Прошла по своему участку, попробовала все, что вкусное, все, что сладкое, стала класть, использовать в зеленом коктейле. Вот как-то так. Понятно. А я думал так, это сорвала листочек, и стоит с тобой разговаривать. Ты знаешь, что это такое, Свет? Не знаю. И соседки, Дунь, Дунь, иди сюда. Что такое? Смотри, какое диковинное растение тут мне из города привези. На, попробуй. Хрум-хрум-хрум. Вкусно? Ну, так, нормально. Ну, вот, а ты говорил, ядовитое. Ну, да. Хорошо. Так, и что мы с этим делаем? Просто набираем зелень, кладем, или там как-то хитро заготавливаем? Я сейчас расскажу. Вообще еще зелень, помимо большого, огромного количества содержащихся в ней витаминов и микроэлементов, содержит хлорофилл, который мы, в принципе-то, нигде, кроме как зелени, наверное, и не найдем. Да, если я не права, поправь меня. Хлорофилл, он вырабатывается зеленью под воздействием солнечного света, что дает ей соответствующий цвет, и, ну, его еще называют жидко-солнечной энергией, он помогает повысить гемоглобин в крови, очищает, ощелачивает очень сильно организм, как, в принципе, и вся зелень, она очень сильно щелочит организм, поэтому помогает ему бороться с грибами, с вирусами, с бактериями, с паразитами, которые в организме есть, присутствуют. Вот. И, конечно же, хлорофилл дает очень большую энергию. Вот. Более подробно прочитать про именно пользу зеленых коктейлей можно в книжке Виктории Бутенко. «Зелень для жизни». Именно она для нас стала таким открытием вот этих зеленых коктейлей. Поэтому вот мы отдаем ей честь и вот ее тоже порекланируем ее книгу. Можете почитать. Там очень все подробно описано. Затем, вот как мы готовим... Вот, значит, прошли по участку, собрали по несколько листиков, у вас получилась целая огромная чашка различного вида зелени. Затем нам нужно, чтобы добыть все вот эти микроэлементы, нам нужно измельчить эту зелень. Межклеточное пространство, высвободить вот этот вот сок зелени. Как мы это можем сделать? Можем переживать. Обезьяны в природе не жуют. Но это долго. Конечно, вкусно, полезно, но долго. Но это правильно. Это правильно. Это правильно. Да, и поэтому дети у меня уже ходят все лето, рвут там, ботву там кусок, пучок оторвали, там еще просвирника, там ширицы, лебеды и жиль. Ты ходишь как жвачка потом такая из вот этих вот волокон. Ну вот, вот эту всю чашку переживать очень тяжело, а летом, в принципе, зелени много и надо этим наслаждаться. Мы используем блендер. Мощность должна быть не менее 800 В, чтобы он хорошо все перемолол, чтобы не было вот этих вот длинных волокон, неудобо варимых. Значит, моем зелень и берем этот блендер. Берем фрукты, какие хотим. Если это сезон, можем ягоды брать, можем брать огурцы, можем брать, можем ничего не брать. Можем, вот значит, наливаем водички, кладем туда немного зелени и включаем блендер. Постепенно добавляем воду, зелень, воду, зелень. И, значит, водичку, чтобы было легче блендеру работать. И в конце можно добавить мед, например. Очень вкусный получается коктейль. Невероятно нежный, невероятно полезный и дает очень много сил и энергии. Натощак выпивать перед едой. Вообще рекомендуется для излечения болезней, так как это еще можно употреблять как лекарство. Выпивать в день не менее литра в течение дня. Мы летом так и делаем. Я каждое утро навожу трехлитровую банку зеленого коктейля. И в течение дня ставим в холодильник. И в течение дня каждый подходит, оттуда берет. Я делаю густой, поэтому мы разбавляем водичкой. Каждому как приятно пить. И вот в течение дня эту трехлитровую банку мы выпиваем. Повышается иммунитет, повышается тонус, прилив энергии. Меньше хочется спать. Ну, вообще, на самом деле, масса положительных вещей дает зеленый коктейль. То есть, если, конечно, есть какие-то хронические заболевания, то, как описывает та же Виктория Бутенко в своей книге, проводила эксперимент. И помогает. Всего месяц люди потребляют коктейль по литру в день. И уже были результаты. Что говорить, если мы весь летний период будем его употреблять, а потом еще, как я сейчас расскажу, заготовим его на зиму. И вообще-то у нас будет круглый год. То есть, я думаю, что это очень полезно. Безусловно. Я думаю, никто спорить не станет. Поэтому главное теперь, где и как это обеспечить себе. Где и как это найти. Летом еще есть варианты, потому что дача. А вот теперь переходим к более сложному периоду времени. Это зима, когда ничего у нас, к сожалению, не растет. Только если в теплицах или в теплых странах мы живем где-то. Пробовали мы заготовить зелень путем заморозки. Мы ее в сезон собирали, перекручивали через мясорубку и упаковывали порционно и вкладывали в морозилку. Минусы. Первый, что идет на соприкосновение с металлом, соприкосновение с пакетом, в котором мы это упаковываем порционно. Большой объем. Затем, что идет во время заморозки, теряется очень много питательных веществ. Получается, что мы храним большой объем с относительной пользой, полезностью. Мы один раз попробовали. Потом нам это не понравилось. Решили искать другой вариант. Пришло почти сразу. Это сушка. Сначала очень скептически отнеслись, попробовали посушить, попробовали то, что получилось. Удивились, что практически разницы нет. И стали заготавливать. Желательно это делать... И вот с этого момента поподробнее, да. И с этого момента поподробнее. Обязательно. Желательно это делать в течение всего лета. Потому что, во-первых, это будет не так трудоемко. А во-вторых, например, лебеда самая сочная и хорошая у нас в июне. Если вы решили заготовить ее в августе, когда уже на ней семена образовались и ботва достаточно жесткая, думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому вот каждому овощу, как говорится, свой срок. Поэтому в течение всего лета... А самая хорошая, например, крапива у нас весной ранней. Смыть самая хорошая весной ранней. Поэтому постепенно пошла зелень, начался ее срок. Заготовили. Начался другой срок зелени, и ее заготовили. Вот. Заготавливаем самый... Как, в принципе, если использовать зелень в свежем коктейле, берем, срываем самые верхние молодые листики. Они мягкие, самые сочные, самые питательные. Вот. Срываем эти листики и сушим. Сушить можно в тени, сушить можно в духовке, сушить можно в специальных сушилках. Правильно посушенная зелень содержит до 98% питательных веществ. 98% — это очень много. Правильно посушенная зелень, значит, это как? Эта температура должна быть не выше 40 градусов. Если это в тени, это вообще самый идеальный вариант. Главное, чтобы, естественно, было без ветра, чтобы обеспечить, чтобы на ней не садились различные насекомые, и не попадал прямой солнечный свет, иначе она просто сгорит. Правильно посушенная зелень не должна посветлеть, ни в коем случае пожелтеть, то есть должна сохранить свой цвет. У нас очень сильные ветра, у нас на усадьбе, поэтому мы сушим ее дома с помощью либо духовки, либо сушилки при 40 градусах. Затем очень настоятельно прям рекомендую, после того, как ваша зелень высохла, сразу перетереть ее через сито. Удивитесь, сколько в сите останется различных тычиночек, прожилочек, стебельков, таких плотных и грубых. То есть давай уточним, высохли вот эти листики все, и потом ты через сито начинаешь протирать сухое уже, и получается в труху ты превращаешь в труху уже, и в труха эта просыпается вниз, а наверху остается то, что такое грубое. Да, правильно все понял, да. Значит, все это перетираю, мне этим занимается ребенок старший, 8 лет, отлично, в этом году заготовил нам зеленый коктейль, просто большая ему благодарность. То есть это достаточно легко и просто, рукой перетираем через сито. Если это сделать не сразу после сушки, а, например, через 2-3 часа на следующий день, зелень уже успеет напитать влагу из воздуха, и перетереть уже невозможно будет. Пробовали, не получается. Нужно снова потом ее сушили в духовке. Поэтому нужно это сделать сразу. Вот, перетерли, объем получился очень маленький. То есть с ведра зелени получается 150 примерно грамм сухой, сухого зелени. Это очень мало. Объем маленький, и это удобно хранить. Пересыпаем в мешочки льняные или хлопчатобумажные, в пакеты бумажные можно пересыпать. И ставим где-то в таком проветриваемом помещении, для того, чтобы окончательно произошел процесс сушки, набрало влажность естественную воздуха, то есть окончательно зелень доготовилась. И все, храним всю зиму. Мы храним в сенях, у нас там прохладно, хорошо, чтобы не завелся никакой жучок. То есть можно на балконе хранить, можно там в холодильник поставить, если плотненько закрыть, чтобы запахов не напиталось. Вот, и проблем в принципе нет. Как готовить теперь из сухот? Мы, значит, заготовили в течение всего лета. Наступила зима, наступили холода. Хочется зелени. Привыкли. Кстати, вот этот момент очень явный. Все, кто начинает пить зелень, потом просто, если, например, нет возможности заготовить, просто прям плачут. Как же мы будем зимой? Ну как же? Потому что к хорошему организму привыкает очень быстро. Вот, значит, наступает зима, холода, снега. Мы достаем наши заветные пакетики, мешочки. Зелень нужно размочить. Вот у нас блендер на полтора литра. Вот на вот примерно такой объем я беру две столовые ложки с горкой нашей сухой смеси, заливаю стаканом воды и ставлю в холодильник на ночь. Мне так удобно. То есть получается два ведра зимни ты берешь в сыром виде, если так брать, да? Ну почему две столовые ложки? Нет, две столовые ложки сухого. А если берем не сухого, то там тазик. Нет, большая, нет. Ну где-то, да, большая такая миска, чашка. Это очень много и хорошо получается. Просто так же, чтобы сравнить. Вот чтобы сравнить тогда. Вот берешь две столовые ложки, а это получается два таких тазика нехилых. Ну ладно, хорошо. Замочила. Давай дальше, значит, замочила. Я замочила, поставила на ночь в холодильник. Или в прохладное там, да, в сене, если у вас частный дом. Вот куда угодно. Я просто не могу, если теплое, мне кажется, что оно может начать там портиться или что-нибудь еще. Ну мало ли что. Нет. Я хладу все в холодильник, чтобы прохладненько так хорошо было. Могу замочить сразу яблоки, например, сушеные, которые тоже потом добавлю в зеленый коктейль. У нас вот родственники живут в теплых странах, близлежащие от России. И поэтому они нам присылают из своего сада сухие яблоки. И поэтому это вообще замечательно. Мы их замачиваем тоже. Ну в отдельной миске, тоже обычной водой читой на ночь. Можно на 3-4 часа зелень замочить, если, например, вам неудобно на ночь. Но утром я беру эту зелень, значит, беру эти яблоки или другие фрукты, если у вас нет сухих яблок или вы хотите со свежими фруктами. Многие любят с бананом. Ну, например, наша семья не любит никак. Мы добавляем максимум это яблоки, либо вот в сезон это различные ягоды. Затем берем блендер, наливаем немного воды. Я пускаю туда, значит, фрукты, взбиваем, измельчаем. Затем добавляем вот эту зелень, вот этой водой, которая замачивалась обязательно. Добавляем, начинаем перемалывать. Постепенно наполняя блендер до краев, то есть до его максимума. У нас полтора литра получается. Добавляем мед и оставляем его работать примерно на 4-5 минут. Потому что сухая зелень перемалывается гораздо дольше, чем зелень свежая. Поэтому пускай люди не пугаются, что у них там, они видят эти крупинки, ничего страшного. Через буквально 4-5 минут все станет однородно зеленого цвета, приятного такого. Все выровняется, перемелется, да, мука будет. Поэтому вот 4-5 минут такой нюанс, поэтому вот это тоже нужно было сказать. Все, коктейль готов к употреблению. Он очень вкусный. Если постоит еще немножко, там зелень, наверное, еще больше набухнет, как будто бы еще вкуснее становится. Дети пьют на ура, просто требуют пищу. Поэтому это к вопросу того, как же детей поить, нормально детей поить. Они очень это любят. Если добавить еще мед, можно добавить сок моркови. У меня вот сестра так делает. В сезон добавляют арбузный сок. Говорит, очень вкусно получается. Поэтому кто на что гораст. Вот как кому удобнее. Некоторые, вот у меня знакомые, вообще говорят, ой, мы не можем просто зелень пить. Даже с медом просто в рот не идет. А вот добавляем, ну извините, покупной сок вообще отличило. Ну, я говорю, ну, конечно, покупной сок это сильно. Ну, вот, я говорю, чем же вам суп и не угодили. Это уже привычка называется. Это то же самое, как в анекдоте, когда выехали из города на природу, и кому-то стало плохо. И он говорит, срочно к машине и тащите, чтобы выглотной трубой полежал, понюхал. Подтаскивает, да что ли. Обрыв связи. В эфире Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, пятый день месяца белого сияния и покоя мира 7524-го лета, створения мира в Звездном Храме, вторник, по одному из старинных календарей, по одному из современных, 16 декабря 2015 года, среда. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Такова тема сегодняшнего эфира, главная ведущая Светлана. И мы говорили о зеленых коктейлях. Как их применять летом, как их заготавливать на зиму и как их применять зимой. Что-то еще добавить есть желание про это? Да нет, в принципе, все, что хотела сказать, все сказала. Одинственное, что из наших наблюдений, из 100 грамм сухого коктейля получается 22 литра готового к употреблению. То есть это вот в тему тазиков, что там столовые ложки и так далее. То есть это вот люди должны это представить. И я думаю, что это водухотворит многих на заготовку. 100 грамм сухого зеленого коктейля, 22 литра готового к употреблению. Чтобы иметь обратную связь с нашими радиослушками, давай я тебе зачитаю то, что у нас в чате происходит. Наталья пишет. Большинство ядовитых растений можно использовать с пользой. Тот же борщевик. Польза дуванчика в корнях больше, чем в стебле. Так, дальше. Игорь пишет. То, что есть в природе, все полезно. Надо расселять города. Дальше. Больше масла и специй к зелени. И вот тут выступил к тебе уже вопрос от Ивана. Как долго Светлана занимается сыроедением? Ты вообще сыроедением занимаешься? Мы практиковали это несколько месяцев. Но сейчас все-таки перешли на растительную, даже уже безмолочную диету. Потому что от молока мы тоже достаточно недавно, может быть, несколько месяцев назад отказались. Поэтому на растительной, значит, мы диете. От чего так от молока-то? От чего так от молока-то отказались? Ну, как от чего так? Ну, вредное. Мы замечаем это по себе. То, что у детей часто очень простудные заболевания. Это вот самое, наверное, первое основное. То, что у мужа были сопли по утрам. И у детей. Поэтому отказавшись, сначала отказались от потребления молока. Вот. Потом уже творога. И сейчас вот последнее – это от сыра. А я думал, у наших эфиров наслушались, поэтому от молока отказались. Оказывается, видишь, сами наблюдаете. Понятно. Следующий вопрос от Ивана. А сколько Светлана родила детей на сыроедении? Ты вообще хотя бы одно на сыроедении родила? Или всех родила так, смешанной пищевала? Нет. На сыроедении нет, никого не рожала. Единственное, что вот второго ребёнка… Ну, как бы вот после рождения первого ребёнка мы перестали есть и употреблять мясо. И вторая беременность прошла очень хорошо. И роды были очень, намного лучше, чем, конечно, первые роды. Это стало заметнее. И, конечно, третье – это ещё лучше было. То есть сейчас на тебя накидываются те, кто постоянно кричит, что мясо необходимо есть. Потому что ты в очередной раз кому-то наступаешь на мозоль и говоришь, что как только отказываешься от мяса, то вот на случай ребёнок становится здоровее. У нас же как диетологи кричат, необходимо, чтобы мясо употреблять, необходимо мясо есть, необходимо, чтобы минеральные… Ну, какие-то там вещества поступали в организм, иначе ничего хорошего из этого не получится. Нет, нет, конечно. И вот причём тоже хотелось бы добавить, что просто растительная диета, да, она, конечно, хороша, но без зелени она в разы хуже. То есть необходимо добавлять зелень. Потому что просто на растительной диете такого результата, чтобы полноценное питание, ну, как бы не получится у нас без зелени. Поэтому, конечно, это наш верный помощник – зелень. То есть так, у тебя первый ребёнок рождался, когда вы ещё кушали всё подряд, получается так, да? Да, да. И беременность проходила, как у всех, да? Беременность проходила, как у всех, так мягко скажем. Второй ребёнок… С страшным коксикозом, да. А, ну, понятно, как же без него-то любимого. И тут что-то заставило задуматься, да? Ну, как что? Рождение ребёнка и заставило задуматься, конечно, то, что вот я и говорила, что после этого у нас пошёл поток информации, притом со всех сторон, и по поводу питания, и по поводу вообще рода, и по поводу возрождения традиций, народных наших традиций, возрождения к истокам. И вот настолько большой объём информации со всех сторон. И поэтому, конечно, и отказ от мяса прошёл очень хорошо, от различных там вредных привычек. И вот постепенно встали вот на вот этот вот путь здорового. И питание здорового мысления, да. Так, второй ребёнок уже рождался, когда не употребляли мясо. А третий ребёнок какое-то отличие есть? Что там ещё перестали употреблять или что добавили наоборот? Да нет, как это вот. Просто то, что у нас тут достаточно продолжительный период времени, был проживание на свежем воздухе, и поэтому третья беременность была ещё лучше. Потому что я до последнего ходила и в огороде копалась, и различные домашние делали. Разница в возрасте между вторым и третьим у нас маленькая, как бы два года, и ребёнок у нас второй очень такой был, ну, ко мне привязан, поэтому приходилось его и на руках носить, и постоянно очень требовало много внимания, ничего страшного. Всё было просто замечательно. Рожали дома и второго, и третьего ребёнка. И, не знаю, отлично всё. Просто очень хорошо. Так, получается... Ну, чё-то, да. Да, тут вот Иван пишет несколько вопросов. Получается, про течение беременности мы уже ответили, не зачитывая даже этот вопрос. А были ли обычные для многих женщин упадения волос во время беременности и кормления грудью? Вот когда ты уже питалась без мясной пищи и от молока уже отказались? От молока отказалась, когда ещё ребёнок, уже когда перестала грудью кормить? От молока отказались. Ну, я вообще, в принципе, всегда пью очень мало. Молока пила. Поэтому для меня это было совершенно безболезненно. Я, как бы, очень отношусь к этому так спокойно, к молочным продукциям. Единственное, что из молочных мы употребляем, это масло сливочное. Не знаю, ну, это жиры. Но вот их мы употребляем, да, и его масло. Единственное, что вот различие какое было, что это после рождения третьего ребёнка, у меня так совпало, мы зелёные коктейли употребляем больше, ну, где-то около двух лет. И вот как раз после рождения второго, третьего ребёнка у меня начали активно выпадать волосы. И вот, и потом сразу, буквально, мне на помощь пришла свекровь, которая первая из нашего рода начала употреблять зелёные коктейли. И у меня буквально через пару месяцев восстановились волосы. Ну, как, пока не прекратился процесс выпадения их. Ну, и до сих пор, чуть-чуть, фу, я в этом не могу пожаловаться на эту проблему. И ногти очень, прям заметно, стали намного лучше. Потому что у меня всегда ногти как бы не очень хорошо, не очень хорошие были. Ну, вот именно с зелёными коктейлями я, по крайней мере, связываю. Теперь ты подходишь к любому лысому дядьку и говоришь, а ты, лысый дядька, пьёшь зелёный коктейль? Понятно. Так, дальше смотрим по тому, что писали в чате по поводу первой части нашей. Разница чувствуется при 40 градусах в сушилке и в воздухе. Так, можно подвесить все эти мешочки, это удобно и проветривается лучше. К сожалению, польза таких зелёных коктейлей минимальна, пишет Наталья, поскольку окисление никто не отменял. Так, дальше. Какое окисление? Ну, когда сохнет, видимо, окисляется. Или, может, когда в миксере взбивается, режется ножами железными, тоже там происходит окисление. Я не знаю, здесь не написано, что ли? Ну, может, она прокомментирует. Было бы очень интересно услышать. Наталья, если вы нас слышите, прокомментируйте. Потом Алексей зачитает. Будет очень интересно послушать по поводу вашей точки зрения. Если есть какие-то опыты, ну, как бы, мы не знаем, там не то, что опыты, но как это, замерить пользу этой зелени после, до и после, например, сушки или как там, во время перемолки действительно зелёных коктейлей. Но ведь свежую зелень мы тоже перемалываем в блендере, там тоже где-то соприкосновение с металлом. Неужели она полностью тоже теряет свои полезные свойства? Ну, как-то я знаю. Дальше Знич написал. Гниёт без масла, зелень, фрукты, овощи. То есть, видимо, надо масло добавлять. Тоже не понял, что это имеется в виду. Ну, а если её сразу употреблять, как она успеет гнить? Ну, понятно. Вот, например, мы зимой делаем сразу блендер и сразу выпиваем его один раз в день. Потому что зелени как бы не так и много. Вот. И вполне достаточно один раз в день утром натощак выпиваем, сразу сделав. Не знаю, какие там процессы могут происходить гнилостные. Ну, вот заступается Аркуинон, пишет, что такие коктейли всяко лучше, чем наборы химикатов из супермаркета. Да, конечно, соглашается, Наталья. А вот пишет, Знич молоко – это слисть. Игорь спрашивает, зачем же тогда коровы? А ему в ответ, а зачем тогда лягушки? Вот. Потом там немножко у нас сервер чуть-чуть заглючил. Ну, ничего страшного, там буквально несколько секунд. Так, о медведе зачем? Ну, пошёл такой разговор. И дальше. Небесная корова зелена. Нет, ребята, корова – это кормилица. И вот дальше пошёл вопрос в эфир. Мария задаёт вопрос. Здравствуйте. Как вы относитесь к орехам? Замачивать ли вы зерновые на несколько числов? Слышала, что полезно, чтобы уменьшить количество фитиновой кислоты в злаках. Сначала их замачивать. Так, орехи или злаки? Ну, во-первых, первая часть вопроса. Как к орехам относишься? Ну, достаточно положительно. Хотя они, в принципе, закисляют организм. Но если всего употреблять в меру, то есть из щелочных и кисло-закисляющих организм продуктов, то положительно, особенно в зимний период. Но орехи мы употребляем только в зимний период. Летом у нас этой необходимости нет. Единственное, что из орехов, по-моему, только миндаль ощелачивает, а остальные закисляют. Но я думаю, что в меру употребления их достаточно нормально. Как бы положительно. Если всё в меру, конечно. Ну, понятно. И второй вопрос. Замачивать ли зерновые на несколько часов? А для проращивания туда? А просто замочить и потом есть без проращивания? Ну, конечно, уже когда зерно замочено, там уже начинается процесс прорастания. Но мы всё-таки доводим хотя бы до минимального проросточка, а потом употребляем. Так, дальше здесь уточнение. Окисление происходит при резании в блендере металлическими ножами. Говорили как-то в одном из эфиров. Ну, естественно, что окисление происходит. Но, опять же, в каком количестве, в каком объёме? Так что если... В этом случае мы же не будем отказываться от применения зелени, употребления? Или можешь предложить какой-то другой вариант? То поделись, если можешь предложить. Так, а лебеда растёт там, где навоз. Это про коров, видимо, идёт разговор. И вот вопрос ещё, эфир. На каком масле вы жарите или жарите ли вообще? Как относитесь к топлёному маслу? Ну, вот на нём и жарим. Если что-то, жарим. А вообще пытаемся либо на пароварке готовить, либо потушить, приспускать. По минимуму жарим. Я даже не знаю, что мы жарим-то. Наверное, только какие-то оладушки или что-то вот такое. Да, на празднике блины. Так-то, в принципе, ни картошку, ничего. Нет, в основном варим или тушим. Понятно. Ну что, давай-то перейдём ко второй части нашего задуманного. Да, конечно. Дарья, хотелось бы рассказать о бездрожжевом хлебе и о тех заквасках, на которых я его готовлю. Так. Всё началось, конечно, всё опять же с того и началось, что когда мы родили ребёнка, у нас возник этот вопрос по поводу правильного питания. И так, как гласит пословица, хлеб всему голова, и в нашем рационе хлебобулочные изделия, ну, по крайней мере, хлеб достаточно такую важную, важный момент занимал. Мы решили, что раз он у нас в рационе имеется, нужно его сделать максимально полезным. Я нашла в то время рецепт закваски на отваре шишек хмеля с использованием ружиной муки. Вот его я, как бы, и воплотила этот рецепт в жизни и получили мы закваску ружиную хмелевую. Достаточно долго она у меня зрела, несколько недель до того момента, как она смогла поднимать хорошо хлеб. Вот. С дубу на ней я пекла, но она получалась достаточно кислая и плотная. Очень быстро, например, черствела. И также хлеб тоже достаточно долго подходил. То есть этот весь процесс приготовления хлеба на этой закваске занимал, ну, что-то около суток. То есть я на ночь ставила опару, она за ночь у меня расходилась, на утро замешивала хлеб, и после обеда примерно я его выпекала. Достаточно длительный такой промежуток времени занимал просто простое, обыденное занятие приготовления хлеба. Тем более, если семья большая, то хлеб, и если семья потребляет хлеб, то вот если вот так долго его готовить, ну, как-то это очень много времени занимает. Тем более, сейчас у нас, например, многодетная семья, большое хозяйство. Решили минимизировать затраченное время и поискать другой вариант закваски. Слава Богу, я нашла этот вариант, и нас оно очень-очень устраивает. Это виноградная закваска. Вот. Я ее нашла на одном из сайтов в интернете, в просторах, различные хорошие отзывы о ней прочитала и как бы ее приготовила. Рассказать сейчас рецепт можно? Давай. Как ее готовить? Изначально в оригинале этот рецепт готовится на муке высшего сорта, эта закваска, и хранится, ее советуют ее хранить тоже на муке высшего сорта. Чтобы у меня все получилось по рецепту, я сделала ее тоже на муке высшего сорта, но потом перевела на первый сорт. Почему? Потому что эта закваска, она как универсальная, то есть и для хлеба, и для различной сдубы, которая выпекается, ну, пусть на первом сорте, на втором сорте. Люди же разные есть, многие, которые и на высшем сорте любят только, например, выпечку и хлеб. Знаю, что она полезна, но тем не менее. Поэтому эта закваска, она такая универсальная. Она вот у меня, например, поднимает как и заварной хлеб, значит, на ржаной муке, грубого помола, так и первый сорт. Отлично. Булочки, караваи получается. Значит, как приготовить эту, скажем так, универсальную виноградную закваску? Необходимо взять стакан пшеничной муки, вот, высшего сорта. Ну, можете сразу попробовать на первом сорте. В принципе, я думаю, что тоже будет неплохо. И вообще, закваску можно хранить и на втором сорте. Главное, постепенно ее перевести на него, то есть подкармливать, подмешивать постепенно. Значит, стакан пшеничной муки высшего сорта. Затем один-полтора стакана вот питьевой воды. Хорошей, не хлорированной. Желательно взять либо, ну, хотя бы листерированной из магазина, если есть возможность из родника живой воды. И 250 грамм черного винограда. Вот я брала в то время, как раз было конец августа, киш-миш на базаре. Значит, смешать муку с водой. И виноград не мыть, потому что именно вот сверху в налет свежатся необходимые нам бактерии, которые будут потом участвовать в процессе брожения вот этой закваски. Не моем виноград, кладем его в марлю, завязываем и ягоды, значит, слегка раздавливаем, либо мыем там толкушкой. В общем, как-то нужно вот ягоды помять. И помещаем вот этот мешочек с виноградом, значит, в массу из муки и воды. И оставляем бродить. Каждый день закваску необходимо перемешивать. Виноград необходимо, ну, как бы вот сжать в руках, отжимать вот этот вот сок. И все, что, значит, отжали, вот, да, из винограда перемешиваем. Снова вот ложкой или там лопаточкой. Хорошенько, значит, виноград. И обратно опускаем в виноград. Первые три дня необходимо подкармливать закваску по полстакана муки, пшеничной муки. Первые три дня. На шестой день закваску необходимо омолодить. Как происходит процесс омоложения? Виноград, значит, отжимаем хорошенько и удаляем. Больше он нам не нужен. Значит, затем первое омоложение. Это вот один стакан закваски берем. Остальное, ну, она еще не зрелая, поэтому как бы вот она нам больше не нужна. Благодарим ее и выбрасываем. Значит, один стакан муки и один стакан воды. Один, один, один. Все перемешиваем. Через, наверное, 4-5 часов происходит второе омоложение. Также берем, отделяем один стакан закваски. Добавляем также один стакан муки и один стакан воды. Хорошенечко все перемешиваем. И третье омоложение тоже примерно через 6 часов происходит. Это тоже один стакан закваски. Уже 0,5 стакана воды и 1,5 стакана муки. То есть будет более густая консистенция. Хорошо вымешиваем. Закваска уже во время вот этих вот омоложений будет очень хорошо бродить, будет очень хорошо пузыриться и подниматься, увеличиваться в размере. Вот это последнее омоложение, примерно вот закваска будет готова через 6-8 часов. Но я, это вот по рецепту, но я еще после этого, еще примерно до дня 3 ее омолаживала. Для того, чтобы она стала более зрелой. Только после этого спекла первый хлеб. Вот вообще, чем более молодая закваска, тем желательнее чаще на ней печь. Так быстрее она взрослеет. Можно даже вот если немного убирать ее в холодильник, но для этого нужно немножко подсолить ее, чтобы она не пропала при комнатной температуре. Вот. Или же хранить ее в холодильнике. Просто, например, если... Ну, не у всех бывают такие условия, что есть холодильник. Ну, это не проблема. Прохладное место в доме всегда найдется. Немножко подсаливаем, делаем погуще консистенцию, и закваска может храниться. Вот. Либо же вот ее в холодильнике можно хранить. В холодильнике я храню, если закваска вот в спокойном виде, она занимает у меня где-то полулитровую банку. Вот. Я беру литровую банку, и вот половина ее занимает у меня закваска в спокойном виде. То есть, не распузыренная, не разошедшаяся. Когда... Либо целую банку она занимает, когда она такая живая, распузыренная. Вот. Это примерно по объему. Почему такой объем? Например, вот жена хмелевая закваска у меня хранилась в достаточно маленьком объеме, и, ну, хорошо себя чувствовала. Там буквально 3-4 столовых ложки. Вот так немного. Вот. А эту закваску, так как она на муке, либо высшего, либо первого сорта, рекомендует хранить в достаточно таком большом объеме, чтобы она не перешла в патогенную такую флору, не пропала. Также по поводу хранения сразу закваски в холодильнике, если сверху образовалась водичка, это значит закваска голодная. Ее консистенция жидковата, вам необходимо ее подкормить. Это не значит, что она пропала. Если вы долго не кормите закваску, она у вас долго хранится в холодильнике, она может, ну, так рисковато пахнуть. Я в этом случае, если так получается, что я долго ее не использую, я беру где-то не всю закваску для опары, а где-то половину. То есть, по сути, как будто бы ее омолаживаю. То есть, беру немного, развожу ее мукой, водой, и она вот у меня стоит в стеклом месте и подходит. То есть, если она такая кислая, лучше всю, как бы такой большой объем не брать для опары. Берем немного, вот эти вот необходимые бактерии все равно там будут присутствовать. Она более долго будет подходить, но все равно подойдет. Затем, по поводу хранения... А, если закваска, водичка появилась в центре, то есть, расслоилась она, ну, это значит, она пропала. То есть, если сверху, то это наголодная, если расслоилась, или внизу водичка образовалась, то это говорит о том, что она пропала. Затем рецепт хлеба на этой закваске. Вот она у нас стоит в холодильнике. Мы ее достаем. Нам первонаперво нужно ее освежить, сделать из нее опару. Для этого на каждый стакан воды добавляем примерно полтора стакана муки. Но не более, вот желательно трех стаканов воды добавлять. Значит, ну, просто если вам, например, необходимо замесить на одну булочку, то одного стакана достаточно. Если там еще пироги, ну, вот два стакана жидкости воды. Ну, больше трех стаканов, как бы, вот не рекомендую. Консистенция получится густого теста для оладий. Вот из того, в теплое место. Я ставлю всегда в духовку. На буквально, немножко ее подогреваю, и она там у меня стоит. Буквально, вот может быть, 40 градусов, 35, такая тепленькая духовка. Стабильно, ей там хорошо, и она очень быстро подходит. Буквально за 2-3 часа она увеличивается в размере в 2-3 раза, и сверху появляется много-много мелких пузырьков. Закваску, опару, нужно взять, как говорится, на ее пике активности. То есть, желательно не допустить того, что она поднялась и потом начала опадать. Вот она поднялась, набрала своего максимума, вот мы ее и берем. Вы, когда будете несколько раз печь хлеб, вы увидите, когда этот максимум наступает. Отливаем сразу, вот я отливаю чуть меньше литровой банки, вот этой вот хорошей опары, распузыренной закваски, и ставлю в холодильник на следующий раз. Она когда осянет, я вам же говорю, она займет примерно половину литровой банки. Затем на остальном можно печь хлеб. Примерно потребуется 3... Давай мы про хлеб, как его испекать, уже начнем говорить после того, как музыкальная пауза пройдет. Хорошо, конечно. Все, запускаем музыкальную паузу. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, пятый день месяца белого сияния и покоя мира 7524 лет от створения мира в звездном храме. Вторник по одному из старинных календарей, а по одному из современных, 16 декабря 2015 года, среда. Жить хорошо, хорошо жить еще лучше, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главная сведущая Светлана. Мы остановились на том, что подошли к выпечке хлеба. Но прежде чем дать продолжу Светлане, я хочу у наших радиослушателей спросить. Вот прозвучала песня. Песня вполне приятная, хорошая. А не было ли чего-то такого в этой песне? Что-то такого, что насторожило или где-то что-то возбудило? Это был такой небольшой тест с моей стороны. Вроде хорошие песни, вроде все здорово, отлично. Но все ли там прошло гладенько и все ли воспринимается нашими радиослушателями? А чтобы ответить на этот вопрос, напомню, что вы должны быть в чате. А чат находится на сайте Народного славянского радио, славомир.орг. В любом поисковике набирайте Народное славянское радио, ищите там слово. Чат, входите, регистрируйтесь. И после этого, главное, чтобы не забыть логин и пароль на латинице, можете уже полноценно пользоваться, задавать вопросы или общаться со своими друзьями. Итак, я прошу наших радиослушателей, уже первые вопросы появляются, я прошу наших радиослушателей ответить, все ли в этой песне было нормально, все ли прошло правильно или что-то в этой песне насторожило. Может быть, какие-то музыкальные обороты, может быть, еще что-то. Не знаю, ну вот, пожалуйста, прошу ответить. Итак, жить хорошо, хорошо жить еще лучше. Такова тема эфира, напомню. Светлана, пожалуйста, продолжаем. Мы подошли к выпечке хлеба. Знаешь, немножко хотела, я вспомнила во время рекламной паузы, так скажем, да, вспомнила, что забыла сказать. Вообще, вот почему используем виноград, потому что там содержатся винные дрожжи, да, так называемые, те, которые участвуют в поднятии хлеба. Такие же дрожжи содержатся в малине, поэтому эту закваску можно сделать на малине. Просто тогда, когда я ее делала, малины уже не было, она отошла. Это было, напоминаю, конец августа, посему я не делала. Но варяшицу можно сделать. Вот надо будет попробовать, чтобы это проверить. Но думаю, в принципе, что это должно получиться из этого. Поэтому вот такое дополнение. Так что, если кто-то захочет, может попробовать не на винограде, если кого-то, может быть, смущает экологичность этого винограда или какие-то другие факторы. Потому что вот тоже мы когда обсуждаем с подругами тему вот этого заквасочного, всех смущает, почему же не мыть. Ну, не мыть, потому что вот именно там вот эти вот дрожжи, которые нам необходимы, эти вот как бы бактерии. Понятно, что с базара там можно что-то еще какие-то другие, других друзей подцепить, но можно. Если есть возможность домашний виноград, только за. Поэтому, конечно, здесь нужно смотреть, как-то выбирать, варьировать, что для вашей семьи хорошо. Вот. Ну и вот по поводу выпечки хлеба. Значит, мы, значит, я напоминаю, говорим об опарном способе выпечки хлеба. То есть, когда предварительно закваску мы освежаем, подкармливаем, ждем, пока она разойдется, увеличится в размере, и потом на ней уже замешиваем тесто для хлеба. Есть также безопарный способ, о нем немного позже. Значит, берем примерно 300-400 грамм закваски. Вот это вот разошедшиеся, хорошие, растворенные, как я люблю говорить, но, может быть, кому-то не понравится. Берем полтора стакана воды, либо другой жидкости. Вот здесь мы уже можем добавить что-то, кроме воды. Это может быть отвар какой-либо овощной, или что-то еще. Может быть, сыворотка, хлеб на сыворотке получится. Или что-то еще. Добавляем соль по вкусу, добавляем масло, либо топленое, либо подсолнечное, либо какое-либо еще, какое хотите. Можно добавить семечки, можно добавить различные, ну, например, лен молотый. Я люблю добавлять, очень такой интересный вкус получается. Добавляем примерно 3,5 стакана муки и вымешиваем хорошее такое тесто. Ложкой такое тесто промешать можно, но сложно. Но вот чтобы выместить его на столе, оно будет слегка жидковато. Вот эта консистенция, она очень хороша. Тем, что, как бы, тесто, ну, не будет таким грубым. Вот конкретно для этой закваски, вот, рекомендую, вот такую консистенцию теста. Конечно, можно попробовать, вот, еще тесто складывают несколько раз на столе. Но, во-первых, для меня это неприятно, потому что сейчас очень долго. То есть, там, сложить его конвертиками, там, как-то нацитить кислородом, отложить на 10 минут. И потом еще раз сложить, отложить, еще раз, еще раз, так, буквально до 3-4 раз, и потом только оставить в покое, чтобы оно поднималось. Но, к сожалению, я такого большого количества времени не располагала. Мне вот нужно замесить тесто, поставить в расстойку и потом выпечь. Значит, замесили тесто и ставим вот в теплое место. Не рекомендую ставить просто, не накрыв ничем, потому что сверхний слой будет заветриваться. Если мы ставим где-то в теплое место в помещении, накрываем полотенчиком, даже влажным, у меня несколько раз так получалось, что хлеб высоко поднимается, прилипает к полотенцу, потом, когда я полотенце снимаю, хлеб немножко опадает, полотенце мыть очень трудно, от теста отмыть, поэтому я ставлю все в ту же самую духовку, не накрывая ничем, никак не заветривается, отличный стабильный температурный режим, примерно около 40, вот я уже говорю, такая тепленькая духовка, главное не перегреть, и такой достаточно быстрый, ну, относительно, конечно, быстрый подъем, примерно часа за 2,5 поднимается хлеб до краев формы, форму заполняем на 1 треть тестом, смазанную форму маслом заполняем где-то на 1 треть, вот и примерно за 2,5 часа он поднимается до краев формы, как только тесто у нас поднялось, увеличилось в размере в 2-2,5 раза, можно включать духовку, например, на 160-170 градусов и выпекать, час-час 15, все зависит от вашей конкретной духовки, поэтому приспосабливайтесь, многие рекомендуют в первые 10 минут ставить вниз поддон с водой, либо камень, на который там сбрызнуть воды, для чего это делается, чтобы образовался пар, и чтобы первое время в такой влажной среде выпекался хлеб, чтобы корочка лучше поднималась, не треснул сверху, я раньше так делала, но сейчас так не делаю, тоже все в порядке, может быть закваска более зрелая стала, попробуйте и так, и так, а как уже вам будет удобно. После того, как хлеб испекся, мы его вынимаем из формочек, выкладываем на деревянную дощечку, можно хлеб умыть водичкой, прочитав молитву над ним, можно его смазать сливочным маслом, чтобы если вот кому-то не нравится хрустящая корочка, либо помягче, можно просто укрыть полотенцем и дождаться полного остывания, полной готовности хлеба, горячий хлеб есть вредно, но вообще, в принципе, хлеб всему голова, но здесь тоже нужно понимать, что хлеб хлебу рознь, и хлеб, нужно еще вещи своими именами называть, раньше хлеб называли, хлебом называли изделия из рожаной муки грубого помола, а булка из пшеничной муки, поэтому, конечно, хлеб приготовленный правильным, хорошим способом, на хорошей, качественной муке, смолотой, не на бетонных жерновах, а на каменных, приготовленный там с любовью, на хорошей закваске, можно назвать всему головой вполне, мы используем муку собственного помола, у нас, мы пока сами ее, вот я уже говорила, не выращиваем, мы стремимся к этому, у нас уже земля есть, осталось, видимо, только техникой обзавестись, наши знакомые друзья, они вот стали выращивать не так давно их муку, ну, значит, зерно для муки, без пестицидов, без удобрений, у нас даже иногда попадаются различные другие семена, хоть и зерно как бы отвеяно, но все равно попадаются другие семечки, то есть, и зерно хорошо прорастает, зерно живое, этим ребятам доверяем, они наши хорошие знакомые, выращивают в том числе и для себя, вот, мелем мы самостоятельно, просеиваем тоже ее, вот и поэтому думаю, что у нас хлеб можно назвать всему головой, правда, у нас скорее не хлеб, а булка, цельнозерновая, но как бы, иногда я пеку и на ржаной муке, хлеб заварной, вот, заваривается солод ржаной, ферментированный, затем добавляется, вот, в тесто, он добавляется ржаная мука, но все равно, даже вот в заварном хлебе, желательно все-таки немножко пшеничной муки для клейковины использовать, иначе, вот, если чисто на ржаной муке спечь хлеб, получается, очень таким, ну, квелым, еще, конечно, зависит от муки, но в большинстве случаев он такой квелый получается, то есть, немного пшеничной муки, тоже цельнозерновой, и вот хлеб очень хорошо подходит, даже вот на заквас, как я уже повторюсь, высшего там, ну, заквасы, который содержится на высшем или первом сорте, то есть, пусть люди не удивляются, это универсальная закваска, поэтому я вот, и как раз и хотела именно о ней рассказать. Затем, вот, по поводу безопарного способа, что это такое, когда у вас закваска станет более зрелой, то есть, ну, хотя бы через полгода, вы увидите это самостоятельно, что хлеб хорошо, стабильно поднимается, она вас никогда не подводит, можно попробовать выпечь хлеб безопарным способом, это когда вы берете из холодильника, 2-3 столовые ложки закваски, и сразу на ней заводите тесто на хлеб. Хлеб будет стоять в расстойке чуть дольше, не 2,5 часа, а 4, но это сэкономит время на его замесе, на замесе опары, на замесе потом хлеба, мытья посуды лишней, то есть сразу замесили и поставили вот теплое место для подъема. В данном случае совершенно не будет хлеб кислить, то есть, если в тех случаях вы добавите побольше закваски, или закваски там у вас немного перекисло, ну, бывает, тоже нужно следить за этим, то здесь вот, я вот с кем не разговаривала, и сама вот сколько я так не пеку, никогда хлеб не кислить, на безопарном способе, но опять-таки это именно для зрелой закваски подходит способ. Когда у вас закваски в холодильнике станет, поменьше, можно ее будет снова подкормить, вот, и потом снова использовать. То есть, например, два-три раза безопарным способом, один раз сопарным, и так далее. Вот. Затем хотелось бы рассказать рецепт удобного теста. Рассказывай. Да, на виноградной закваске. Рецепт универсальный, можно пользоваться им, можно пользоваться своим рецептом сдобного теста, заменив дрожжи, хлебопекарные, прессованные, на закваску. Соотношение, значит, один стакан закваски примерно равен 40 граммам прессованных дрожжей, сырых, или по утрам столовых ложек сухих дрожжей, моментальных. Вот, зная эту пропорцию, можно готовить вот свое любимое удобное тесто, но с использованием не термофильных дрожжей, а вот природных дрожжей, да, в данном случае вот у нас винные дрожжи взяты с винограда, виноградная закваска. Значит, берем, нам потребуется 300, 630, простите, грамм муки, можно немного поменьше, тоже зависит от муки, какая у меня там клейковина, 2 яйца, немного сметаны, я брала деревенской сметаны, затем необходима жидкость, примерно 250 миллилитров, 300, можно взять просто воды, да, в ней размешать сметану с яйцами, можно взять молоко, ну вот кто как любит я, вот сначала на молоке, а сейчас уже и на воде, делаем, вполне устраивает, тоже очень, очень хорошо получается, и примерно 250-300 грамм виноградной закваски, вот уже, я имею в виду, распузырьный такой, хороший, подошедший, подошедший, то есть, предварительно нужно будет сделать опару, затем нужно добавить, вот по рецепту 100 грамм сахара, я добавляю мед, немного меда, как подсластитель, если я пеку сладкую сдобу, если я пеку не сладкую сдобу, тогда мед я, буквально, может быть, чайную ложечку, для улучшения, как бы, ну, поднятия теста, добавляю, вот, соль по вкусу, сливочное масло, либо растительное масло, примерно, грамм 60-70, вот, ну, и если вы пользуетесь, там, ванилим, это не рекомендую, вот, замешиваем тесто, ставим вот так же все в место, тесто будет такое, ну, его руками сложно вымесить, ну, тоже вот ложкой хорошо вымешивается, чем, вот, заметьте, а чем пожиже сделать тесто, тем оно будет более мягче в сдобе, то есть, ну, это тоже вот, как хозяйки, на свое осмотрение. Вообще, закладка хорошо набирает силу, то есть, из отличия, например, от ржаной хмелевой закладки, которая достаточно долго у меня взрела, эта закладка достаточно быстро набирает силу, выпечка получается ароматной, вот, особенно, вот, первое время, очень, ну, так, приятный аромат, очень вкусный, вкусная выпечка, именно вкусная, вот, значит, это я сказала, затем хотелось бы еще рассказать о второй закваске, которую я относительно недавно вывела, чисто ради интереса, потому что слышала много отзывов положительных, и решила попробовать. Это, значит, закваска на рисе, рисовая закваска, она делается гораздо проще, чем виноградная, и, возможно, для кого-то это, ну, то есть, кому-то она пригодится. Хлеб поднимает, она тоже отлично, хлеб печен по тому же рецепту, как я и сказала, ну, либо, уже, конечно, сами там будете для себя варьировать, поднимает, как ржаную муку, так и муку высшего сорта, то есть, универсальная, также такая же универсальная закваска, по своим характеристикам, совершенно не кислит в выпечке. Как готовится? Берем 2 столовых ложки краснодарского круглого риса, опять-таки, немытого, потому что, видимо, вот в этом, как вот, налете, да, напылении, как и сверху риса, вот именно то, что нам необходимо. Заливаем стаканом воды, добавляем немного меда, примерно чайную ложечку, закрываем крышкой в баночке и оставляем на трое суток. Не трогаем. После трех суток, вода такая, запах такой будет кисленький, по вкусу тоже она будет уже такая кисленькая, мы рис, значит, процеживаем и убираем, он нам больше не нужен. Доводим, значит, домешиваем муку, я взяла сразу уже первый сорт, до такой консистенции, густого теста на оладьи и оставляем до поднятия. Ну, это примерно у меня сутки настояла, начала уже пузыриться и подниматься потихоньку. И так я подкармливала ее порядка, наверное, четырех дней. То есть тоже можно подольше, можно поменьше. Я сразу взяла большую трехлитровую банку и в ней подкармливала. Не омолаживала, просто доливала воды и досыпала муки. Где-то по полстакана воды. Ну, а муки, соответственно, до состояния густого теста на оладьи. На четвертый день она поднялась у меня, примерно увеличилась в размере в два с половиной раза. Вся покрылась мелкими пузырями. И вот я уже отлила необходимое, мне количество поставила в холодильник. А на остальном спекла хлеб. Хлеб сразу получился отличный, хорошо поднялся. И вот, что удивительно, вот на рисовой закваске у хлеба очень хрустящая корочка получается. На виноградной закваске корочка не такая аппетитно хрустящая, как на рисовой закваске. Не знаю, с чем это связано, но это я уже заметила. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела рассказать про закваски. Если есть какие-то вопросы, можно сразу по ходу ответить. Хорошо. Если идет переписка, тоже можно за ней проследить, что здесь пишут. Но очень всех заинтересовало, что же такого в этом винограде и в рисе, почему не надо мыть. И здесь были различные предположения о том, что есть дрожжи как грибки, а есть дрожжи как бактерии. Ну, я не могу сказать, что это истинная правда, потому что есть разновидности дрожжей, но дрожжи, они и не грибки, и не бактерии. Это что-то среднее. Это колонии, которые к грибкам и бактериям имеют отношение, имеют свойства тех и других. Отличаются они тем, что есть, например, дрожжи термофильные, те, которые были специально разработаны еще в 30-е годы, и эти термофильные дрожжи, само название говорит, они не боятся жары и не удаляются, не уничтожаются после запекания, даже при температуре 200-220 градусов. Поэтому потом к вам попадают живые дрожжи, и они начинают там размножаться у вас внутри, и ваш организм просто этими термофильными дрожжами забивается. Ничего хорошего в этом нет, потому что они поедают сахар, в обмен выделяют кислоту, в обмен выделяют мочук, то, что называется спиртом, в простонародье, этиловым. И, в общем-то, отравление получает человек по полной программе и постоянно. Плюс ко всему, сдуйте и так далее. И самое неприятное, что может быть при большом их употреблении, что когда человек употребляет сладкую пищу, то в этом случае идет сигнал в мозг о том, что сахар появился, организм начинает вырабатывать инсулин, но до переработки инсулином сахара дело не доходит, потому что дрожжи быстрее перерабатывают его, а инсулин уже выделился. И вот тут начинает человека потряхивать. Вот эти моменты надо все учитывать. А вот с точки зрения опасности, безопасности, почему черный виноград, именно черный желательно не мыть, потому что, да, на нем как раз белый налет, это и есть те самые дрожжи виноградные, из которых, благодаря которым производится вино, то есть те, которые портят сок и превращают его в вино. Поэтому, если вы передержите закваску, то, в общем-то, у вас получится брага. Ну, я думаю, до этого дела не доходит в большинство людей, здравомыслящих там все нормально. И рисовые то же самое, там свои дрожжи, своя разновидность дрожжей. Известно всем, рисовая водка на Востоке, ее употребляют, которая делается из риса. Так что это просто разновидности дрожжей. Но чем отличаются природные дрожжи от термофильных? То, что все-таки при нагревании сильном большинство из них погибают, и даже если какие-то там выживут, то это будет практически, ну, в общем, практически такого не бывает. Если правильно выпекать, то все эти дрожжи погибают. Вот это основное отличие. Поэтому засорение организма дрожжами минимально здесь производится. Вот, это что касается здесь разговоров про дрожжи и так далее, и тому подобное. Теперь, что касается самих вопросов. Вопрос эфир от Марии. Почему вредно кушать горячий хлеб? Ну, во-первых, он еще не до конца готов. То есть, когда мы вынимаем его с духовки, у него внутри еще очень высокая температура. И необходимо, то есть, подождать до его полного остывания, чтобы он полностью был готов. Даже если мы разрежем горячий хлеб, у него мякоть будет как будто бы сырая. И поэтому он как будто бы еще не готов. Затем, если скушать в горячих хлеб, ну, я, конечно, не медик, но это чисто по личному оп. Было сложно порой отказаться от горячей корочки. Очень сильно начинает колоть живот, колики. То есть, видимо, какие-то процессы в кишечнике совершенно нехорошие, как спазмирование, что ли происходит. Можно, конечно, уточнить этот вопрос. Но вот то, что он не готов еще, когда он горячий, это точно, потому что он внутри еще как будто бы сыроват. Он должен дойти. Ну, вот, видимо, еще из-за этого, да. Согласен. Я задал вопрос по поводу, что было так или не так в песне, которая звучала в эфире. И только два человека ответили. А остальные что-то, ничего не заметили, все было нормально. Еще раз задаю вопрос к нашему радиослушателям в чат. А сам буду в это время задавать тебе вопросы, которые с чата поступили. Следующий вопрос от Натальи. Вопрос эфир. Где берете солод? Если есть рецепт приготовления, поделитесь. А берешь ли ты вообще какой-то солод? Ну, заварной хлеб мы печем редко. Но я знаю, как его готовить. Вот у нас просто... Мы берем солод, покупной у нас солод из алтайской мельницы. Но я готовила солод самостоятельно. И тоже пробовала на нем печь хлеб. Это было несколько лет назад. Могу поделиться рецептом. Для приготовления ржаного ферментированного солода необходимо взять рожь, прорастить ее, потом и сушить, и перемолоть на кофемолке. Рецепт очень прост. Просто сейчас мы ее сочно редко. Вообще, в принципе, хлеб печем не так часто, как раньше, может быть, раз в неделю. И печем в основном обычной из цельной зерновой муки. И заварной очень редко печем. Поэтому ржаным солодом практически не пользуюсь. Но в заварной хлеб также нужно добавить кориандр еще и специи, не забываем, и мед. Тогда, конечно, хлеб получается просто волшебный по вкусу. Прямо не скупитесь на кориандр. Около столовой ложечки на большой коровай добавляем. И меда порядка двух столовых ложек. Все это вводим. Желательно, когда добавляем в воду, чтобы это хорошо, равномерно распределилось по тесту. И ферментированный солод на большой коровай порядка полутора столовых ложек заливаем кипятком. То есть завариваем его. Потом ждем, пока он остынет до 30 градусов. И добавляем хлеб. Хорошо. И еще один вопрос поступил от Дмитрия. А нет, еще сначала от Марии. Как определить, что закваска перекислая, и что делать при этом? Закваска перекислая, она у вас долго стоит без дела. Значит, у нее появляется резкий запах. Прямо такой браги, что ли. Такой резкий перекисший запах. Ее вот нужно омолаживать. Я уже говорила. То есть мы берем часть этой закваски. И если еще не до конца она пропала, она оживет. То есть берем часть закваски, добавляем воды, муки. Ждем. Сначала, если она так хорошо попортилась, будет немножко пузыриков таких. Затем снова добавляем муки, воды. Добавляем до такого состояния. И потом, ну, примерно, раз-два-три подкармливаем понемногу. Потом снова отполовиниваем. Потом снова. То есть, в принципе, восстановить можно. Путем многократного подкармливания ее. То есть омоложение. Если, конечно, совсем там она не погибла. Также она может перекиснуть, если она, если температура, когда вот вы ее по пару оставите, сильно высокая. Она тоже перекиснет. Она как бы сварится. То есть этого тоже допускать нельзя. Температурный режим держим. То есть не выше 35-40 градусов, чтобы было так комфортно, не горячо. Поэтому вот... Ну, это так из практики. И хранить, конечно. Вот я говорю. Она еще может перекиснуть, если ее хранить неправильно. А если мы ее храним не в холодильнике, а просто в теплом помещении, она перекиснет. Нужно хранить в прохладном, если не в холодильнике, но подсолить. И в таком кистяном состоянии называют. То есть достаточно густом. Либо в холодильнике, ну вот в обычном состоянии, как вот после опары. Залили в банку и поставили в холодильник. Еще есть один способ хранения, о котором немногие пока почему-то знают. Это высушивание опары. В том случае, если вы долго не пользуетесь, или у вас есть запас большой, то хорошо бы хорошую пару, лизаквас, как вы правильно ее называете, положить. Можно на листе расстелить. Но главное, чтобы она не на жаре высушилась и не в прохладе, а сушилась в таком теплом помещении, где довольно-таки сухо, чтобы она быстрее высыхала. И потом это все собирается, или в бумажный пакетик, или в пакетик какой-нибудь тканевый. И в холодильник убирается. И хранится довольно хорошо. Так, дальше. Следующий вопрос. Дмитрий. У нас несколько раз пытался испечь ржаной без ржевой хлеб. На закваске тесто поднималось хорошо, но опадало либо прямо во время выпечки в духовке, либо еще раньше. Где моя ошибка? Ну, конечно, нужно поподробнее развернуть вопрос. Какая именно закваска? Какой консистенции было тесто? Потому что, если, например, тесто жидковатое, оно, когда ставим в духовку, оно опадет. Ну, конечно, не до такой степени, что прям совсем в лепешку превратится. Ну, и еще, сколько этой закваски времени. То есть, если не зрелая закваска, то она тоже будет достаточно плохо поднимать хлеб. Это нужно как бы вот... Ржаная закваска, она вот такая. Она достаточно долго зреет. У меня первые хлеба на ней получались достаточно плоские и тугие. Это уже сейчас, потом, впоследствии на ней и сейчас, наверное, на вот этой закваске хлеба получаются такие достаточно пористые. Поэтому здесь нужно, конечно, смотреть, чтобы консистенция теста была и закваска, чтобы была достаточно древой. Возможно, в тесто добавлять еще для большего улучшения брожения мед. Большое количество масла подсолнечного, оно утяжеляет тесто. И вот поэтому лучше, может быть, не подсолнечное, а сливочное. Оно более легкое использовать. И то немного. Вот как-то нужно... Ну или добавить немножко пшеничной муки, о чем говорили. Но если хочется чисто, конечно, с женой, это надо приноровиться очень серьезно. Это надо мастером уже быть. Так, ну что, давай, может быть, еще сделаем музыкальную паузу. И потом продолжим разбирать заявленную тему. В эфире Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном Славянском Радио. Напомню, пятый день месяца белого сияния и покоя мира. 7 524 лет от створения мира в Звездных Храме. Вторник. По одному из старинных календарей, а по одному из современных. 16 декабря 2015 года. Среда. Жить хорошо, а жить здоровым еще лучше. Такова тема сегодняшнего эфира. Главная сведущая Светлана. Мы посвятили вторую часть беседе о выпечке хлеба. Расставили все по своим местам. Я отвечу, что было в предыдущей музыкальной паузе, не в этой, а в предыдущей. В чем заключалась проверка. Дело в том, что там звучала про коньячок фраза. Двое правильно ответили наших радиослушателей. Это говорит о том, что они уже хорошо улавливают, где что подается, как или скрытая реклама алкоголя, или просто по недомыслу. Потому что очень часто люди начинают рекламировать какие-то вредные зависимости, самоуничтожение. Не из-за того, что они враги народа, а просто из-за того, что так принято. И раз так принято, это надо упомянуть. Вот и все. Ну что ж, давай дальше продолжать заявленную тему. О чем сейчас будем рассказывать? Так, ну сейчас, значит, коктейльчика выпили, хлебушек скушали. Теперь надо руки помыть. Хотя, конечно, это бы лучше перец делать. Но, тем не менее. Значит, сейчас расскажем о мыле. Как мы его готовим. Вообще, вот, посмотрев передачу, то, вновательно, в ряде покупного мыла основанного на различных хлориалфорфатах, парабенах, фосфатах и прочих вредных веществ, которые тоже все вызывают рак кожи, мы даже серьезно задачились в обеспечении всей своей семьи хорошим мылом. Нужно понимать, что покупное, даже хозяйственное мыло и детское мыло, оно лишь относительно является безвредным. Да, как многие могут сказать. Ну, я вот хозяйственное, или детское. Ну, как же детское? Это же детское, да детей нет. Оно варится, вот, если хозяйственное на животных жирах, детское, комбинированных жирах. Различные рецепты ГОСТа сейчас очень часто меняются. Плюс товары не требуют обязательной сертификации, поэтому, конечно, неизвестно, что сейчас производители могут туда добавить. Неизвестно, но предполагаем. Порой даже они это пишут, что вот там те же самые вредные вещества, о которых я говорила. Поэтому вопрос обеспечения своей семьи хорошим мылом является очень насущным и таким очень важным, так как это наше здоровье. Конечно, мыться мылом часто тоже вредно, но иногда нужно, особенно летом. Поэтому вот хотела бы вот про это рассказать. Мыло получается, если кто не знает, в процессе омыления жиров щелочью. То есть, чтобы приготовить мыло, нам нужны щелочной раствор и жиры. В зависимости от того, какой мы берем жир и щелочью, есть несколько вариантов приготовления мыла. Ну вот, например, первый вариант – это варка мыла на щелоке и в животном жире, в частности, свином и соли. Значит, варка мыла занимает достаточно продолжительный период времени, около 10 часов. Вот. Запах при варке соответствующий. Но достоинство – это доступность ингредиентов. Щелок можно получить из березовой золы двумя способами – горячий или холодный. При холодном способе просеиваем мелко щелок через сито. Один, значит, годовом разводим водой. То есть, одна часть щелок, а две части воды. Три. Ну, то есть, если одна треть ведра, то вот и потом до полного ведра, две трети ведра, значит, наполняем водой. И перемешиваем хорошенечко и оставляем на примерно трое суток. Чем выше температура окружающей среды, тем быстрее щелок будет готов. Значит, но все равно это будет концентрат, его либо процеживаем, но лучше его все-таки как-то вычерпать сверху, чтобы вот, ну, потому что очень мелкая зола, мы вот, например, отсасываем груши, да, то есть, либо вот черпаком, либо вот как-то отсать груши. Вот эту верхнюю часть, это и будет щелок, мыльная водичка. Она будет концентрирована, ее нужно развести, чтобы использовать для стирки, для мытья. Вот, где-то 1 к 10, чтобы не сжечь руку и не испортить одежду. Затем, есть горячий способ, это вот то же самое, только варить еще. Ну, нужно сразу поставить на огонь. Сразу поднимает температуру и варится примерно около 2-3 часов. И, как бы, тоже щелок будет готов. Потом подожжать, когда она вся летит, и вот сверху будет щелочной раствор. Почему так долго варится мыло, 10 часов? Потому что щелочной раствор достаточно слабой все равно концентрации. И, например, на водяной бане его, как бы, ну, невозможно будет мыло получить. То есть, только варите, притом так долго. В конце добавляется соль, как бы мыло схватывается, и вот получается... Ну, вот я знаю это только в теории, потому что мы так мыло не варим. У нас, во-первых, нет поросят, чтобы свиное сало брать у них для варки этого мыла. Можно, вот кто-то, может быть, скажет, ну, а может быть, на подсолнечном масле, или что у нас еще доступно. Льняное масло доступно, коровье масло доступно. Но вот, например, подсолнечное масло и льняное, это являются жидкими маслами. И поэтому здесь для варки в таком виде оно, как бы, ну, не подходит. Плюс льняное подсолнечное масло в мыле при 100% его вводе, оно способствует быстрому прогорканию мыла буквально в течение месяца. Каждый месяц заниматься такой вот грандиозной варкой тоже, только если нужда заставит. Затем вот сливочное масло можно использовать, но опять-таки это как относится к таким мягким маслам, все равно, и тоже способствует прогорканию. Затем следующий способ варки мыла сейчас популярен из мыльной основы. Это очень плохой способ варки мыла. Натурального мыла мы таким способом не получим, потому что уже сама основа мыльная содержит в себе весь, всю таблицу Менделеева, плохую ее часть, грубо говоря, которую я перечисляла выше, это лориосульфаты, парабены, фосфаты и так далее. Все эти вредные вещества. А если она прозрачная, либо белая бывает, мы можем добавить отвар трав, что-то глиму, либо что-то еще, и предположить, что это будет натуральное мыло, но это не так. И вот третий такой способ, который, по крайней мере, неизвестен, это варю я так мыла для нашей семьи. это на растительных маслах и на гидроокиси натрия, натрию АЖ, щелочь. То есть, ее еще называют кластической содой. Мыло, сваренное таким способом, хорошо мылится, хорошо очищает кожу и достаточно просто и быстро варится. Поэтому, в принципе, к недостаткам здесь можно отнести лишь недоступность ингредиентов в случае катаклизма. Я имею в виду растительные масла, потому что я использую масла, такие как кокосовое, пальмовое, пальмоядровое масло, касторовое масло, то есть те масла, которые завозятся к нам. И в случае какого-то катаклизма, конечно, то есть, это мыло не получится сварить. То есть, придется варить мыло по первому способу. Я думаю, все мы приспособимся и что-то будем решать. Но пока что ингредиенты легко доступны. И, в принципе, энергетику такого мыла, я думаю, гораздо лучше, чем мыло, сваренного на животных жирах. Вот. Как я уже говорила, мыло получается при омылении жиров щелочью. В данном случае я буду рассказывать, что щелочь, в качестве щелочи берем натрио-Аш. Есть также и калио-Аш, но это для жидких мыл. Вот натрио-Аш. В результате чего получаются натриевые соли, жирность и слот масел, которые мы используем в варке. Каждое масло при омыливании дает мылу свои специфические особенности. Например, при использовании кокосового масла мыло станет более твердым и будет отлично пениться. Пальмовое масло тоже придает мылу твердость. Оливковое в основном используется в детском мыле. Так как мыло получается очень нежным и хорошо смягчает, увлажняет кожу. Масло ши, если добавлять мыло, мыло приобретает такие свойства, как защиту кожи от вредных внешних воздействий окружающей среды. Некоторые масла при большом вводе их мыла способствуют продарканию. Я уже говорила об этом как на примере подсолнечного и льняного масла. Некоторые масла способствуют, наоборот, продлению срока годности мыла, как консерванты. Это масло зародыша пшеницы. При омыливании оно продляет срок годности мыла. Каждое масло имеет свой максимальный процент ввода в мыло. Но есть и так называемые мономасла. То есть те мыла, которые сварены на одном виде масла. Например, кокосовым. Его еще называют мыломоряков за такие свойства хорошо пенится даже в соленой воде. То есть очень хорошо пенится и хорошо очищает. Но такое мыло будет подсушивать кожу. Это тоже нужно учитывать. Например, мыло сварено на 100% оливковом масле. Хоть масло и жидкое, но мыло все равно из него получится. Единственное, что оно будет такое нежное. И его нужно хранить на мыльнице, чтобы не было воды в ней, не скапливалось. И на ощупь оно такое будет слегка склизкое. Но считается одним из элитных сортов мыла. Его называют мыло-кастили. Вообще большинство людей предъявляют к мылу следующее требование. Чтобы мыло было твердым, с хорошей пеной, хорошо очищалось и не сушило кожу. То есть ухаживало за ней. Поэтому у мыловаров есть такая схема, которой они пользуются для создания вот такого рецепта сбалансированного мыла. Примерно 56% от всех масел, используемых в мыле, должны составлять твердые масла. Из которых где-то около 20% это масла, отвечающие за очищение. Это кокосовое, пальмоядровое, например, масло. Ну, еще там ряд других. Остальные проценты, это 40-50, это жидкие масла. То есть их поменьше. Вообще в основном жидкие масла отвечают за увлажнение, твердые, за твердость, пенность, очищение. Значит, но тем не менее, из этих жидких масел желательно, чтобы 10% хотя бы составляли пенообразующие масла. Это вот кокосовое, например, масло, ну, вот кукурузное, оливковое, хорошо, то есть создает такую хорошую, стабильную пену. Вот учитывая запрос ваш к мылу и основные свойства масел в мыле, можно составить рецепт, который подойдет именно для вашей кожи или волос. Стараемся пользоваться нерафинированными маслами, то есть сейчас и качественными, потому что очень много плохих, нестакачественных масел, от которых только вред будет. То есть, вот, ну, я не знаю, у меня поставщик очень хорошие масла поставляет, у него сертификаты на все масла есть. Я стараюсь, стараюсь пользоваться по большей части нерафинированными, чтобы максимально полезность сохранить этих масел при омыливании. Вот, значит, для расчета рецепта мыла очень удобно пользоваться мыльным калькулятором. Он сейчас есть почти на всех мыльных сайтах, сайтах мыловаров, его можно посмотреть и разобраться легко, как им пользоваться. За неимением калькулятора, чтобы составить вручную рецепт, необходимо знать коэффициент омыления каждого масла, которое вы будете использовать. То есть, есть такие таблички, их можно один раз скачать, сохранить, и вот, даже если свет отключат, вы все равно сможете сварить мыло. Там есть определенная формула, куда все нужно подставить, то есть, рассчитать необходимое количество воды и щелочи при заданном количестве масла. Также необходимо, я думаю, сказать, особенно для начинающих маловаров, или вот кого сейчас мой эфир заинтересует и сподликнет на такие подвиги собственного маловарения, очень надеюсь разъяснить, что же такое супер-жир. Его называют супер-жир, его называют пережир, его называют таким английским словом, ну, как тоже супер-жир, супер-фэт, С-Ф, такие вот, в мыльном калькуляторе, такие буковки С-Ф. Что это такое? Пережир. Я пользуюсь вот, пережир. Это процент неомыленных жиров, то есть техмассел, процент того количества масла, которое не прореагирует щелочью. И именно оно будет ухаживать за нашей кожей. Так как если нам омылить все жиры и вот этот пережир будет равен нулю, мыло будет очень сушить кожу, буквально сковывать ее. Поэтому необходимо заложить этот процент в калькуляторе для уходового мыла, для кожи лица, тела. Берем от 7 до 10 процентов в зависимости от конкретно вашей кожи, очень сухая кожа, 10 процентов берем можно даже максимум 12, но это очень редких случаев. В основном максимум 10 я беру. Для шампуневого мыла не больше 3, где-то 2-3, потому что излишний пережир он отяжелит волосы. Они будут такие, как будто не промытые на внешний вид. Затем, ну вот если мы поставим этот процент в калькуляторе, мы не сможем выбрать, какое же масло будет ухаживать. Так как омылиться все поемножку. А если мы поставим в калькуляторе ноль, а отдельно посчитаем пережир от количества масел используемых, вот этот процент, то есть если мы, например, общее количество масел, 200 грамм, мы берем пережир 10%, то есть 20 грамм пережира. Тогда мы сможем уже выбрать, какое же масло мы добавим в мыло, чтобы оно ухаживало за нашей кожей, зная свойства масел. Затем вообще процент пережира воды еще лучше рассчитывать от общего количества масел в граммах. То есть на 200 грамм масел мы берем столько-то процентов пережира дополнительно, не в 200 грамм входящие, столько-то процентов воды, столько-то процентов, но столько-то получается у нас грамм щелочи в итоге. Затем сейчас хочу рассказать дальше о процессе самого мыловарения. То есть я рассказала подготовительный такой этап информационный, то есть сейчас уже в переходе к самому процессу. Расскажу на примере мыла с нуля, его так называют, мыла с нуля, на примере собственно вставленного рецепта уходового мыла. сейчас мы с вами готовить его будем горячим способом. Есть горячий способ, есть холодный способ. Если готовим горячим способом, пользуемся через 2-3 дня, если готовим холодным способом, оно будет еще зреть от полутора месяцев. До его пользоваться им нельзя, оно будет щипать, еще очень до конца прореагирует с маслами. Считается, есть свои плюсы и есть свои минусы горячего и холодного способа. Плюсы в горячем способе тот, несмотря на то, что мы можем выбрать этот самый пережив. В холодном способе мы этого сделать не можем. Расскажу позже, когда я допислю этот процесс приготовления. Многие считают, что холодный способ сохраняет больше полезного от масел. Но это можно поспорить, потому что там тоже происходит термический процесс при омыливании. Оставим этот вопрос открытым. Каждый, я думаю, сам для себя решит. Для меня это время, потому что дети хозяйства, мне вот полтора месяца ждать. Я обычно варю мыло, когда у нас уже пару кусочков там осталось. Поэтому это быстро, это удобно, это сразу можно пользоваться. Не ждать. Значит, диктую рецепт на 200 грамм масел. Сначала необходимо вот их отмерить. Так, да, еще нужно сказать, что нам потребуется. Это первое, это весы с точностью до грамма. Затем потребуется кастрюля, какая-то ложечка, банка, значит, формочки для раскладки мыла, перчатки, распиралки, средства защиты, да, наши. И блендер. Блендер погружной. Можно взбивать миксера, можно взбивать вручную венчиком, просто это процесс времени. Первое мыло свое варила, у меня не было блендера, я взбивала венчиком 3 часа. Тяжело, рука болит, мыло получилось, так что можно, но вот с блендером как-то повеселее. Значит, отмеряем масло. кокосовое масло у нас 30%, это вот от 200 грамм общих. Пальмовое 40%, пальмоядровое 10%, масло виноградной косточки 10%, можно взять масло абрикосовой косточки, то есть, ну, косточковых. И кунцетное масло беру, тоже 10%. Значит, воды или отвара трав, или вот что-то еще очень полезного, чего хочется добавить, берем 66 грамм. Вот, я беру просто воды чистой. Это 33%, 66 грамм. Щелочено такое количество масел, чтобы омылить их полностью, нам нужно 31 грамм. И супер жир, я выставила 7%, для нормальной кожи, взяла масло виноградной косточки, то же самое, которое у нас использовалось, чтобы, ну, например, не дополнительно, никакое другое не брать, вот 14 грамм получилось, на 200 грамм. Ставим эту кастрюльку с маслами отмеренными на водяную баню и дотапливаем, так как часть масел у нас твердые. Это кокосовое, пальмовое, пальмоядровое масло, они имеют твердую структуру, твердые масла. Топим их. Сейчас, пока у нас масло топится на водяной бане, отмеряем щелочи воду. Вот мы их отмерили. Значит, воду наливаем в баночку. Ставим в емкость с прохладной водой и все это ставим в раковину. Одеваем перчатки, одеваем респиратор, одеваем такую кофту, чтобы не было открытых участков тела, особенно новичкам это. И приоткрываем окошко. Это делается все в целях вашей защиты, чтобы, ну, то, что пойдут все равно какие-то пары, и чтобы вот этим не дышать. То есть, детей удаляем из комнаты или там, из кухни. Значит, и обязательно всыпаем щелочь в воду, не наоборот. То есть, не в воду, в щелочь, а именно щелочь в воду. То есть, мы поставили баночку с водой и туда всыпаем щелочь. Перемешиваем хорошенечко. Начинает идти реакция. Выделяется тепло. То есть, начинает очень сильно нагреваться вода. Поэтому, у нас все стоит в такой емкости с водой прохладной. Все, только мы это размешали. Буквально минуточку это все мешаем. Закрываем крышкой. Все. А дальше это стоит все. Дореагирует. Охладится. Водичку потом можно поменять в емкости, которая у нас стоит в кастрюле. или что у вас там, пложка какая-то на поле прохладная. Значит, и оставляем. Затем, нам необходимо, чтобы масла и раствор щелочной были одинаковой температуры. Такой, что, когда мы опускаем пальчик в масло, он нас не обжигал, был теплый. И когда мы трогаем банку с щелочным раствором, она тоже была примерно такой тепленькой. То есть, одинаковая температура. Советуют использовать градусники, но они в дополнительном положении очень теплые. Но я вот так варю. Никогда на градусник не пользуюсь. Уже сколько лет. Больше шести лет варю мыло таким способом. И вот все как бы меряю на тактильные такие ощущения, чтобы было просто тепло. Давай на этом мы прервем сейчас. Куда? А на паузу? Да, паузу. Народная славянская радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор по одному из старинных календарей. А по современному 16 декабря 2015 года среда. Жить хорошо, жить здоровым еще лучше. Такова тема сегодняшнего эфира. Главное следующее Светлана. И мы сейчас говорим о мыле, как его правильно изготовить в домашних условиях. А я напоминаю, что вопросы мы принимаем из чата в эфир. Чат находится на Народном славянском радио на сайте slavomir.org это адрес в интернете. Если вы затрудняетесь его набрать, то в том случае просто в любом поисковике наберите Народное славянское радио. Дальше нажимаете на слово чат. Если еще не зарегистрировано, то регистрируйтесь в лакинице, придумывайте логин, пароль. Главное, потом не забывайте. И все, и вы уже полноценный пользователь. С друзьями переписывайтесь, вопросы задаете. Также напоминаю, что каждую пятницу у нас выходит стол заказов. Вы можете в течение недели присылать к нам заявки. Тоже на сайте есть ссылочка стол заказов. И также работает социальная сеть, первая славянская социальная сеть защищенная, где ваши данные сохранены, и никто их не утащит. И есть интересный такой разделчик, называется форум, где много чего собрано, интересно, вы можете информацию туда брать сами при желании дополнять. Так что пользуйтесь, изучайте, другим напоминайте, давайте делать мир лучше. Пожалуйста, Светлана, продолжай. Так, я остановилась на том, что мы доводим масло и значит, щелочь до одинаковой температуры, температуры тела, к примеру. Затем нам необходимо соединить, то есть эти два вот сустава, масляный состав и щелочной. Мы берем, желательно, взять ситочку, на случай того, если вдруг не вся щелочь как-то прореагировала, ну мало ли что. Берем ситечко и через него выливаем в масло щелочной раствор. Не снимаем перчатки еще, респиратор уже можно снять, перчатки еще не снимаем. Значит, выливаем, затем берем блендер и начинаем взбивать эту массу до однородного состояния. Она сразу начнет светлеть, побелеет, то есть очень хорошо так взобьется. Нужно довести до состояния так называемой первой стадии, первой стадии след. Почему так называется? Потому что она по консистенции масса будет напоминать такое пюре детское. И блендер будет оставлять след, такие бугорки. Ну в общем вы увидите это. Главное, чтобы след был стабильный, чтобы сверху, если он постоит так немножко масса сверху не начало там масло просачиваться, отделяться. Значит нужно еще взбить. То есть вот взбиваем до состояния следа такого устойчивого, хорошего. Все блендер убираем и вот эту кастрюльку с нашим следом ставим на водяную баню. И тут начинается процесс приготовления горячего мыла. И заканчивается как бы такой активный процесс приготовления мыла в холодном способе. То есть если в холодном способе, вот мы довели до состояния следа и убрали значит либо в теплую духовочку, чтобы она там доходила, либо убираем например в холодильник на часок, это будет безгелевый способ, в духовочку в теплую это будет гелевый способ, а потом постоит в духовочке где-то полдня, а потом вынимаем и укутываем какую-то тряпочку или что в какой-то форме если у вас хранится и она дальше дозревается спокойно полтора месяца еще твердеет, потом через где-то сутки можно вынуть его из формы, нарезать на кусочки и оставить созревать где-то до 6-ти если безгелевый способ, если сразу после следа в морозилку на час, а потом просто формой стоит при комнатной температуре, тогда это будет у нас 8 недель, если гелевый способ, то есть духовочку сначала, тогда это будет 6 недель. Но при холодном способе нужно обязательно в калькулятор заложить пережир. Вы уже знаете, что это такое, потому что нам никак здесь не добавить. А мы варим с вами горячим способом. Мы ставим эту кастрюльку на водяную баню. Водяная баня должна быть такой температурой, чуть-чуть кипело, даже не кипело, но пред кипение такое было. То есть отрегулируйте так, чтобы она чуть-чуть, может быть, иногда бульк появлялся, но не кипело активно, ни в коем случае. Накрываем кастрюльку полотенцем, почему не крышкой, потому что у нее щели, а полотенце нам как раз подойдет. Обязательно укрыть полотенчиком. И что будет происходить? Она сначала затвердеет моментально, а потом будет происходить вхождение ее в стадию геля. Почему называется гель? Потому что она вся с краев начнет потихоньку эта масса становиться прозрачной, как гель. С краев к середине, пока полностью вся ею не станет. Это будет происходить процесс омыления. Значит, вот именно то, что нам и необходимо для получения мыла. Это может занять в зависимости от состава массы, но тот, который я сказала, это занимает буквально час, чуть больше. То есть кости, кости, если мы варим, это на 100% оливковой массы, там все дольше. И дольше след в стадии входит, то есть долго блендером взбивать приходится. И дольше гель стадия образуется. такие особенности у этого масла. Как только вся масса стала прозрачной, сверху она немножечко затянется белесой налетиком. Если вы будете периодически смотреть, следить, вы этот помет не пропустите. Снимаем полотенце и начинаем периодически помешивать. Раз, помешаем буквально 10 минут. Испарится излишняя влага и мыло перейдет в следующую стадию, которая называется воск. Проверяется готовность мыла, это уже заключенная стадия, после которой мыло считается готовым. Проверяется эта стадия, берем немножечко этой мыльной массы и мы же в перчатках с вами и растираем между пальцами. И масса не должна как крем размазаться по перчаткам, она должна скомковаться в такой кусочек, как будто воск. Такой мягкий, плотненький кусочек скомковаться. Мыло у нас готово. Мы можем добавить туда пережир наш, хорошенько размешать, можем добавить кирные масла, какие вам хочется, и все, что вам желается. Какие-то глины, соль, соду, можно добавить горчицу, если вы хотите сварить мыло для мытья посуды, можно все что угодно. Ароматерапия здесь вся в ваших руках, можете добавить различные композиции, мыло будет приятно, очень хорошо пахнет, плюс еще эфирное масло отлично ухаживает за нашей кожей. Затем мыло раскладываем по формочкам, либо в одну большую форму, либо по формочкам маленьким, либо силиконовые формы, если это деревянная большая лоток форма, застилаем ее либо какой-то бумагой, либо что-то еще, чтобы было бы удобно достать оттуда потом мыло. И все, ждем буквально 2-3 часа, чтобы мыло застыло, и через пару дней можно им пользоваться. Где-то, конечно, через недельки-две мыло будет чуть-чуть как будто бы казаться получше мылиться, но оно и так будет хорошо мылиться и очищать. В мыло добавляют деготь, вот мы в частности, у нас меня муж варит деготь из березовой, из бересты-березы, да, ну, бересты-березы, собственно, из нее самой самостоятельно, поэтому у нас натуральный деготь, я его добавляю в мыло, получается обалденный аромат, очень полезным мыло становится, затем можно добавить глины различные, можно добавить различные скрабирующие вещества, это от овсяных хлопьев до перемолотых кофейных зерен, можно добавить, ну, вот я уже говорила, соль, соду, горчицу, как очищающие такие вещества, можно сделать мыло не на воде, а на отваре трав или молоке, можно добавить шелк, шерсть, теперь ну, этот шелк, шерсть добавляется в раствор с щелочью, оно во время реакции тоже растворится в этом растворе, что шелк, что, значит, шерсть, обогащая там каротины, чего у нас шелка, значит, а протеины шелка и каротины шерсти получатся, да, это очень хорошо, шелк для ухода за кожей, а вот шерсть добавляют для ухода за волосами, вот, также, ну, только нужно здесь, конечно, брать очень качественно не вискозный, не смешанный состав, а именно вот натуральный шелк и шерсть, затем можно, конечно, вот, как я уже сказала, обогатить различными эфирными маслами, для экспериментов огромное, главное, что это мыло будет без лаурецульфатов, парабенов, фосфатов, и вы будете спокойны, что ваши дети моются, и вы сами хорошим мылом, который не навредит вашему здоровью и вашему роду, многих может озадачить вопрос о том, что, ну, вот, как же так эти заморские масла, как же наши предки, неужели только на свином, свиным этим мылом мылись, ну, как же так, ну, что я могу сказать по этому поводу, ну, все же знают, что раньше территории Тартарии, они простирались далеко на юг, и у нас, ну, как бы, белые люди жили даже в тех районах, где сейчас вот эти тропики, потом еще были купцы, даже те же сказки, вспоминая, да, мы это можем найти подтверждение этому, поэтому, ну, плюс еще люди были разных сословий, как бы, понятно, что, например, смерды, они могли вполне мыться и свиным мылом, и ничего в этом для себя зазорного там не видеть, да, например, а все-таки князья, может быть, из таких более высших составов, которые могли себе позволить либо купить, либо сварить из тех масел, которые приводят к пице, хорошее душистое мыло, это я вполне, например, допускаю, а почему нет? Ну, вот, поэтому, поэтому пока что, ну, это все, что я хотела сказать, подумала, если есть какие-то вопросы, с радостью отвечу на их. Хорошо, я думаю, что по мылу здесь достаточно много было сказано, я думаю, что мы не будем застрять внимание, потому что, на самом деле, интернет достаточно разнообразен, там рецептов огромное количество, я думаю, что твои учения будут восприняты, и если кто-то что-то не успел записать, или не запомнил, то пользуясь твоими подсказками, в интернете что-то найдут. У нас еще остаются две темы, давай мы выберем, наверное, какую-то из них одну, потому что время уходит, первое, это заготовки иван-чая, а второе, это изготовление женской радости в теплом крестьянском, тяжелом крестьянском круге, в кустах и полезных конфетах. Дело в том, что заготовки иван-чая, это вообще отдельная тема, и мне кажется, ее надо раскрывать более широко, потому что иван-чай это не просто то, что у нас находятся чайнички, а это довольно такой интересный и многогранный продукт. Поэтому давай мы лучше перейдем к вкусностям, а иван-чай как-нибудь в следующий раз рассмотрим. Как ты на это смотришь? Конечно, я с радостью расскажу о том, как сделать вкусные и, главное, полезные конфеты. Как я их делаю? Ну вот, первое, это хотелось бы рассказать о шоколадных конфетах на меду. В составе современных шоколадных конфет можно встретить такие продукты, как лицетин, соевый лицетин, различную гаючу называют добавкой Е322, по-моему, она является одним и тем же ГМО-веществом, добытого из ГМО-соя. Поэтому это очень вредное вещество, которое влияет на наши репродуктивные функции. Поэтому только даже из одного этого шоколадной конфеты очень опасно покупать и тем более кушать. Также в составе можно встретить крахмалы, картофельные, кукурузные, которые тоже в большинстве случаев используются, для приготовления которых используются ГМО-продукции. Наивно думать, что для этого крахмала, который в массовом производстве используется хорошая картошка и тем более кукуруза, которую сейчас днем с огнем не сыщешь. Поэтому рецепты натуральных конфет очень актуальны для семей, у которых есть детки, которые тоже хотят сладкого, разнообразить жизнь. Поэтому я считаю, что это очень важно. Я сейчас поделюсь. в моем рецепте шоколадных конфет три ингредиента. Это какао-масло, какао-тертое и мед. Какао-тертое это как промежуточный продукт переработки какао-бобов в какао-масло. Когда из него потом отожмут оставшееся масло и перетрут в порошок, получится какао-порошок. Но сейчас пока такая твердая консистенция, комками такими продается, как и какао-масло. Вот берем какао-масло 100 грамм, 140 грамм какао-тертого и топим на водяной бане, чтобы это все смешалось. Затем добавляем 2 столовые ложки меда и очень хорошо перемешиваем. Лучше венчиком пользоваться, либо каким-то можно блендером также. Чтобы появилась такая однородность. Затем раскладываем это все по формочкам в холодильник и через несколько, буквально полчаса конфеты будут готовы. Вкус просто очень вкусный и даже самый дорогой шоколад конечно не сравнится с таким. Также могут так же я прям знаю, что могут многие спросить как же так, какао-бабы сейчас тоже очень много ГМО. Ну вот по последним данным, что именно какао-продукция из стран Западной Африки, она там еще не подвергалась вот этим различным экспериментам ГМО, поэтому я лично использую из Ганны, покупаю какао-тертые, какао-масло из африканской страны Ганны. Тоже проверенных поставщиков своих. Где купить можно? Купить можно на шоколадных фабриках я не советую, потому что там что подешевле, в основном китайские, поэтому там даже не стоит, хотя они тоже используют это все в приготовлении только какой процент, понятно, да, я вот покупаю также вот в магазине маловаров, то есть у поставщиков вот этих вот масел заморских, они также это какао-тертое и какао-масло. Вот. Можно заменить какао-тертое, то есть какао-продукты кэрабом. Кэрабо это такой порошок из плодов рожкового дерева, он имеет садковатый вкус и на вкус шоколадный, то есть можно в принципе и его использовать. Ну вот я рассказала такой рецепт, чтобы получить такой классический вариант шоколада, но натурального, из трех всего ингредиентов. Очень просто и очень вкусно. Добавив различные сухофрукты, добавив различные орехи, мы разнообразим эти конфеты. Можно получить, можно приготовить трюфели, можно приготовить кокосовые конфеты, грилья в шоколаде, халву домашнюю в шоколаде, можно мугу домашнюю в шоколаде можно сделать, ну, по крайней мере, на праздник можно на стол поставить полезные такие вот сладости. Также есть конфеты из сухофруктов и орехов. Если кто не знает, тоже можно сделать. Очень вкусно получается. Берем сухофрукты, какие у нас есть дома, обычно я беру тапфинники, либо изюм, можно еще курагу или чернослив. Это замачивается, потом измельчается хорошенько, смешивается с перемотами на кофемолке или порезанными мелко орехами. Скатываются такие шарики, можно обвалять в кунжуте, кунжут можно предварительно обжарить, чтобы он не горчил, можно обвалять в кокосовой стружке, можно в кэробе обвалять, можно что-то как-то чтобы они более красиво смотрелись, украсить их как-то. Вот здесь только ваша фантазия. Вот все. Как замечательно рассказала. Теперь давай посмотрим, какие у нас есть вопросы в чате к тебе или нет. Так, ну здесь я вижу разговорчики между собой, чеки по поводу полезности, неполезности молока, целые баталии здесь развиваются, кто здравомыслящий, кто не здравомыслящий. В общем, похоже больше на детский сад на самом деле, нежели чем на серьезные общения. Потому что информации по тому употреблять молоко или не употреблять молоко огромное количество и приводится расчет различный. Я думаю, что здравомыслящие заключается не в том, что кто кого перекричит или кто больше кнопочек нарисует, надавит, для того, чтобы больше символов нарисовать в чате, а именно приведение каких-либо доводов. Еще вот хотела добавить, что все-таки основной сладостью нашей семьи является наш мед домашний. Также различные замороженные ягоды и сушеные сухофрукты. Конфеты я делаю крайне редко, лишь как бы на праздник какой-либо, чтобы вот, ну, чтобы это не было такой повседневности, а чтобы это было действительно что-то такое необычное и чему дети, конечно, несказанно рады, но это редко. Поэтому основное это, конечно, мед. Мы считаем, что в нем и польза, и сладость. И если, например, мед смешать с керобом тем же самым, то получится как будто бы жидкий такой шоколад. Тоже очень вкусно, тоже полезно. Можно намазать на хлеб, на что-то домашнее печенье, или просто прикуску с чаем. Если кто на заметочку возьмет, себе пожалуйста. Хорошо. Так, Игорь 7524 пишет тебе пожелания в эфир. Светлана, так держать и побольше тебе детей. Благодарю, благодарю. Дальше Наталья задает вопрос. Светлана, есть ли видеозаписи вашего приготовления мыла в сети интернет? Нет, нету. Я не снимаюсь в интернете. А чего так? Ну, как-то не знаю. Запросов пока еще не было. Это вот, пожалуй, первый мой выход в свет. Ну, вот есть запрос, значит, появится видео. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот теперь давайте так поговорим. Все, что ты рассказала, это здорово, но не все живут в сельской местности, не у всех есть время, как быть, если, к примеру, что-то из того, что ты рассказала, хочется попробовать или употреблять постоянно, а не заготовлены травки, не заготовлены там еще какие-то вещи. Ну, что, где это все приобрести? Ну, мы совсем недавно с семьей все-таки решили открыть интернет-магазин, потому что нас очень многие люди спрашивают, почему мы не продаем эту продукцию, которую изготавливаем самостоятельно, и все-таки решив, мы вот в зимний период дел в хозяйстве меньше стало намного и вот решили открыть и открыли. Вот ссылка, по-моему, там в анонсе есть, поэтому у нас можете приобрести это, по крайней мере, точно, я могу отвечать за качество именно нашей продукции, травы у нас собраны, только там мы чистые, находимся в отдалении от города, от различных там промышленных, у нас вообще очень далеко первое промышленное там какое-то предприятие, от трассы в отдалении находится наша местность, поэтому травы у нас точно без различных канцерогенов там и так далее. Затем чай тоже, вот если вот у нас скоро появятся различные композиции чайные, тоже собираем либо в наших лесах, либо вот в горном Алтае, мы как бы там тоже собираем часть трав, ну вот мыло варю я сама, вот скоро тоже будем там ассортимент расширять, потому что умею я варить много разного мыла, просто последнее время варила только то, которым мы пользуемся очень часто, ну вот чтобы расширить ассортимент, возможно кому-то что-то другое понравится, ну вот конфеты тоже думаю выставить, единственное, что вопрос с транспортировкой, они же без стабилизаторов, без различных там утвердителей и консервантов, они в принципе так и не портятся, я не знаю, конечно мы долго их не хранили, но вот в зимний период можно их доставить, а летний-то они я думаю все растают и доедет такой жидкий шоколад, если куда-то ну может быть да, ну в общем если что, то в этом случае не стесняться и просто обращаться и чем сможете, тем поможете, зеленый коктейль мы да, пока мы принимаем заказы, на следующий год, потому что сейчас только для нашей семьи он засушен, вот на следующий год пожалуйста напишите заявки, будем иметь вас в виду и на вас соберем и посушим. Несколько тазиков для вас заготовим? конечно, обязательно. Хорошо. Так, конфеты можно в фрок заготовить под заморозку, ну понятно, 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 идут разговоры о том, что лучше все-таки употреблять то, что растет у нас здесь, а не покупать за границей, это касается и какао-бобов, это касается и всего другого, ну отчасти согласен, наверное да. Ну конечно да, но это как альтернатива, понимаешь, это как альтернатива, что все в сравнении, если уж люди так любят шоколад и так любят и не могут без него так уж лучше есть натуральный шоколад, чем не пойми что в обертке из магазина, это как такая альтернатива, потом здоровая, хорошая альтернатива тому, что продается в магазинах. Я понял тебя, хорошо, дальше у наших радиослушателей есть возможность разобраться со всем материалом, который здесь был предоставлен, возможно летом многие последуют примеру, начнут что-то заготавливать, кто-то начнет мыло варить, ну а если вдруг что-то не получилось, то всегда можно обратиться к Светлане и к супругу. А давай заключение, наверное, что-то скажем хорошее, доброе нашим радиослушателям. Да, я хотела бы пожелать всем следить за своим здоровьем, любить свой организм, использовать только натуральные продукты и тогда вот вы увидите прям как он отблагодарит вас здоровьем на долгие годы. Также у нас в преддверии наступающего праздника Каляды я хотела бы тоже всех радиослушателей поздравить с ним, пожелать восстановить и поддерживать свое здоровье, долголетие, сплоченности в ваших семьях, целеустремленности, здоровья и многочисленного здорового, многочисленного потомства. Желаю хорошо встретить нарождающееся солнышко, чтобы оно нас грело и оберегало все следующее лето. Благодарю за ваши вопросы, надеюсь, тема вас заинтересовала и очень надеюсь, что вы начнете все это изготавливать самостоятельно, так как только вашими ручками вы можете себе здоровье подарить. Поэтому, конечно, старайтесь и все у вас получится. Замечательное пожелание. В заключение от себя я могу только добавить следующее, что сегодня у нас на календарике пятый день месяца белого сияния и покоя мира 7524-го лета Створения Мира в Звездных Храме вторник. Это по одному из старинных календарей, а по одному из современных 16 декабря 2015 года среда. Жить хорошо, а жизнь здоровая, еще лучше такова тема сегодняшнего эфира. Главная ведущая Светлана рассказывала много чего интересного, приводила примеры, как что приготовить. Я думаю, что кто обладает усами Тиматалина УЗ, а у кого есть еще и серое вещество, те еще и что-то впитывали для того, чтобы в дальнейшем можно было применять в жизни. Что еще хочу сказать. Друзья мои, простое пожелание. Перестаньте доказывать, кто из вас в чем-то прав. Жизнь настолько интересна, настолько разнообразна, что в ней всегда найдется вашему мнению достойное применение. Если вы считаете, что вам это полезно или для вас это правильно, то в этом случае применяйте. Но доказывать кому-либо что-то наверное смысла нет. потому что теория это теория. До тех пор, пока человек что-либо не проверил на практике, то это для него так теория останется. Но надо еще учитывать следующее, что человек всегда держится за то, что в него вошло как в стакан, который налит. И есть такое понятие полнота полного, принцип полного стакана. Трудно себя что-либо выдавить, даже если это не совсем правильно. надо как-то пережить, как-то переболеть и частично с этим расстаться, как-то себя это выплескивать. Это не всем удается. Поэтому никогда не затевайте споры, никогда не начинайте доказывать кто прав, кто не прав. Вот это самое главное, что я хотел вам сказать. Потому что если вы начинаете спорить, то в этом случае вы наживаете себе недругов. А когда вы спокойно воспринимаете информацию как она есть и просто ее принимаете для того, чтобы может быть когда-то она у вас всплыла и помогла вам жить, то в этом случае вы получаете друга, который эту информацию вам давал. И также всегда учитывайте, что если ваш друг что-либо советует, то он может советовать это не с точки зрения, чтобы нажиться на вас, а чтобы вам как другу помочь в чем-то разобраться. Поэтому просто уважайте чужой взгляд на жизнь, потому что там тоже есть свой стакан и тоже чем-то налит. На семье я с вами прощаюсь, желаю всем самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов. отец. Редактор субтитров